Девушки отдыхают Давайте сразу кое-что проясним. В начале этого тура вышла поправка в законопроект, запрещающая лицам младше 18 лет присутствовать на мероприятии с возрастным ограничением 18+, даже в сопровождении с родителями или с какой-нибудь доверенностью. В связи с этим вопрос. Пожалуйста, поаплодируйте, кто в зале родился в 2001 году. Охуеть, вас ебать уже можно. Какой кошмар. Бля, ребят, мы с вами не одно и то же поколение. Я раньше думал, что все, кто родились после 1994, после моего года, что мы в целом типа на одной волне, но это вообще не так. Вот эти только что, кто хлопали, они, блядь, родились при интернете и смартфонах. Мы другое поколение. Моим гуглом, блядь, была моя бабушка. И это, знаете ли, не самая лучшая энциклопедия, по которой ты, блядь, узнаешь мир. Бабуль, что такое татуировка? Грех. Мочу пить можно? Нужно, Даня. У меня болит живот. Что делать? У собачки заболи, у Данечки не боли. Помните вот эту, блядь, эстафету хвори, которую они перекладывали на бедных животных? Я вырос, у меня теперь есть пес, и он хромает. Я говорю, смотри, бабуль, да пизделась, у собачки болит. Она такая, у кошечки заболи, у собачки болит. Я говорю, хватит, хватит перекладывать. Зачем ты, если ты обладаешь такой силой, ему нельзя сказать ни у кого не боли. Веди прицельный огонь, типа. У Путина заболи, у кошечки не боли. Кого-нибудь выбери, бля, кого, кто мог бы поболеть уже в целом какое-то время. Двух минут выступления не прошло, блядь, Путин. Ребят, ну я сам себя заебал, честное слово. Мне саму не нравится. Моим родителям тоже не по кайфу, что я шучу такие шутки. Мне вообще кажется, что мои родители долгое время относились ко мне, как будто я какая-то криптовалюта, в которую они вложили духой бабла. А потом, спустя 18 лет, оказалось, что я ебаный лохотрон. Блин, хочу бросить универ и снимать ролики на ютубе. И мама такая, бля, надо было в 2010 из него бабки выводить, сука. Не получилось. У нас не было денег в детстве. Не в плане у нас детей, а у родителей. Ну ни у кого не было бабла. Сейчас у пиздюков одежда сочетается. Вы прикиньте, бля, у них типа подобран лук у маленьких детей. У нас одежда, дай бог, была. Мне однажды мама сама сшила штаны. И выбрала она для этого самый пиздатый, блядь, материал того времени, коричневый вельвет, нахуй. У меня были два таких треугольника широких коричневых. Это биздец. Я типа не знал еще, что захочу трахаться когда-либо. Но я понимал, что это не произойдет ни при каком обстоятельстве, пока я в этой хуйне. Но мама так долго над ними карпела, что когда она мне дала примерить их и спросила, ну как тебе, мне не осталось ничего, кроме как сказать, слушай, мам, фантастика. Все 12-летние пиздюки обожают вельвет, откуда ты знаешь? Первое же, что я услышал, когда вышел во двор, ты чё, ебать, трубадур, нахуй, сразу же, сразу же. Я такой, да, трубадур. Потому что я дружу с петухом. Приходилось отбивать, блядь, штаны колкими шутками. И мало того, я целый год в них ходил, позорился, блядь, чувствовал себя неуютно. Вырос из них такой, все, нахуй, вельветовая эра окончена, слава богу. Попытался выйти не в этих штанах из дома, мама такая, а чё это ты не в своих круто-ишкентских штанах? Я говорю, мам, да ты чё, я из них уже вырос. Она такая, подожди, ну-ка надень. Я надел их, и она отвернула подворот еще, блядь, на год. В какой-то момент мне вообще показалось, что, типа, пройдет лет пять, и мои штаны развернутся в вельветовую квартиру, блядь, в которой я буду жить, целовать свою вельветовую жену. Трубадур. Замечали, насколько вообще мультики и сказки, которые нам читают в детстве, влияют на то, кем мы сейчас являемся, на наши взгляды? Замечали, насколько Трубадур, ну, он, типа, жесткий оппозиционер? Нам любые дороги дороги. Это же, типа, любой видос Навального. Ну, вот по-честному. Нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы! Он жесткий анархист. А мы такие, да, прикольно, красные штаны. Мне вообще кажется, что в нынешней политической ситуации в стране виновата русалочка. Я серьезно. Потому что эта сказка с детства учит нас тому, что нужно отдавать свой голос злодею. Но в этой сказке есть очень много неоправданных и необдуманных вещей. Например, прикиньте, ну, Ариэль же обменяла свой рыбий хвост и голос на ноги. Но она же не знала, что она в придачу к ногам получит пизду. Прикиньте, как она удивилась, а спросить никак. Представляете, какая у них была первая встреча с принцем? Он такой, Ариэль, ты выглядишь прекрасно, она такая. И принц, принц приходит к колдунью и говорит, слушай, Урсула, я не знаю, что ты сделала, но она не пиздит, показывает вагину. Большое спасибо. Как-нибудь с тобой рассчитаемся. А кому сказки читала бабушка? Поаплодируйте, пожалуйста. Я недавно заезжал к своей бабуле в начале тура. У всех же есть, вот, вторые бабушка с дедушкой, которые неважные. Которые, типа, такие, ну, о которых, когда говоришь, представляешь, а, эти. Как будто была какая-то битва за звание прайм бабушки с дедушкой, которую одни из них проебали. Так вот, я был у основной бабушки. Каждый раз, когда я у нее спрашиваю, как дела, в ста процентных случаях ответ, ой, всю ночь не спала. Я такой, блядь, то есть ты храпишь, чисто подъебать нас получается тогда? Что это такое? Я не очень понимал, к чему она постоянно готовится, почему она вечно на подгоне. А потом я выкупил. Из-за того, что я прописан там, где живет бабушка, а сам там не живу. И из-за того, что я снимаю некоторые видео и говорю некоторые вещи о власти, к ней постоянно приходит полиция, блядь, за объяснительными и всякая такая хуйня. Один раз меня пытались припахать за оскорбление чувств верующих. И я бабушке не показывал клип «Поп-культура», потому что она верующая. Типа, о, чем занимается мой внук? Топчет, блядь, все, что мне дорого на многомиллионную аудиторию. Но я очень боялся, что когда начали ходить полицейские насчет этого клипа к ней, что они покажут ей это видео. Но из-за того, что у нас совковая, дурацкая полиция, знаете, как они прикрепили видеоролик к делу? Они распечатали страницу Ютуба на черно-белом принтере. И вложили в папку. Вы бы, бля, видели диссонанс моей бабушки, которые сказали «Это видео!» И она такая «Ну ведь это лист бумаги, я нихуя не понимаю!» Как это может быть, блядь, видео? Что это такое? И мы с мамой постоянно говорим бабушке, блядь, не открывай им двери, не разговаривай с полицейскими. Согласно 51-й статье Конституции, ты имеешь право не свидетельствовать против своих близких. Блядь, на чай их постоянно зовет, печет им слойки, нахуй, всю хуй им рассказывает. И скучно. Она с полицейскими просто лясы точит. Мне кажется, блядь, к моему личному делу приложены все мои детские фотографии уже. Проблема вот в чем. До недавнего времени все было окей. Но вот эта открытость бабушки сыграла со мной злую шутку. В прошлом году, вы могли заметить, я снял пародию на Рамзана Кадырова. Не самый мой смешной ролик, просто хотелось его подъебать и у него не спрашивать. Сработало. Потому что я нигде до этого не рассказывал тура об этой истории. Спустя 4 дня после этого видео, в Грозном, на меня появилось откуда-то заявление о том, что я якобы укрываю по адресу прописки нелегалов и распространяю детскую порнографию. И мы с моим адвокатом такие, ха! Классический чеченский пранк. И забили хуй, типа, да будь что будет, посмотрим. И, видимо, пару месяцев назад в Грозном сменился главный следователь. А это дело не закрыли. Потому что пару недель назад моей бабушке позвонил чувак и говорит, «Здравствуйте, я главный следователь Чечни по городу Грозный такой-то, такой-то. Вы бабушка Данила Поперечного?» Она говорит, «Да, это я. Я звоню вам по поводу заявления, которое лежит на вашего внука, о том, что он распространяет детскую порнографию. И моя бабушка так растерялась, что сказала, он раскаивается и обещает больше так, блядь, не делать!» Я когда об этом узнал, я такой, «Ты им сказала, чего ебать, бабуль, повтори-ка нахуй еще разочек!» Она такая, «Блин!» А он такой вежливый был, сразу трубку положил. Я говорю, «Блядь, ну конечно же! Бабусь, конечно же! Потому что у чеченцев теперь есть аудиозапись!» Так мой родной человек говорит, «Да, делал, но очень сожалеет!» Я говорю, «Бля, бабуль, ничего не хочу сказать, но в следующий раз, когда во дворе кто-то скажет, «Тут что за куча говна тут насранная?» Буду говорить, «Бабушка приносит извинения!» Бабушка не добежала, старый человек, «Всю хуйню буду на тебя валить!» Вообще, пиздец, у кого есть твиттер? Поаплодируйте! Кто зареган в твиттере? Реально, нет ощущения, что русский твиттер — это, блядь, мемы в перемешку с несправедливостями и сломанными судьбами? Ты просто каждое утро начинаешь с того, что «О, они хотят посадить типа за то, что он потрогал рукав росгвардейца?» «Кто грустит, тот трансвестит!» «Ну, блядь, видимо, я трансвестит, потому что чё-то нихуя не весело!» Кирилла Жукова, обычного типа, посадили на три года в колонию за то, что он на митинге открыл-забрал росгвардейца. Просто открыл и сел на три года. Я считаю, что это неправильно. Где его манеры? Надо было сначала постучать хотя бы, блядь, ну, нельзя ж так врываться к человеку. Блядь, я так злюсь! Я настолько устал расстраиваться от бесконечной вот этой несправедливой херни, которая у нас происходит, что я реально хотел удалить твиттер. Но я потом понял, что, по сути, это всё равно, что закрыть глаза в комнате, где тебя в жопу ебут. И такой, да, хуй его знает, что там происходит сзади. Ну, я на самом деле аполитичен. Ну, типа, это же не вариант. Это же вообще не вариант. Я к своему огромному стыду только пару месяцев назад впервые узнал о том, что Дмитрий Песков, официальный представитель Владимира Владимировича Путина, во время протестов на Болотной площади, в личной беседе с либеральным журналистом сказал следующую фразу. Цитату. Да надо печень этих протестующих размазать по асфальту. И когда либеральный журналист выложил расшифровку этой беседы в сеть, Песков не опроверг, что он это говорил, а сказал, да, я это говорил, но вот он крыса, потому что распиздел. Размазать печень протестующих по асфальту. Вы себе можете представить уровень циничности и озлобленности по отношению к простым людям, которые просто вышли отстаивать свои права? Я такой, да не может же быть, что Путин настолько же злой. А потом я вспомнил, что официальные представители обычно сглаживают, блядь, углы. Прикиньте, какая Путин оторва, если это лайтовая версия. Типа он такой, что он назвал меня долбоебом, блядь, сжечь всю его семью на Красной площади, а его самого забить камнями? И Песков такой, ну давайте просто ночью его, блядь, на мосту ёбнем, какая разница. Просто по-тихому. Мне вообще кажется, если честно, что коррумпированные депутаты не убивают Навального, потому что его канал — это их спорт. Депутаты делают ставки, на кого следующего выйдет расследование, у кого сколько недвижимости найдут. Типа, блядь, 16 миллиардов, нихуя себе, всего лишь помощник мэра. Блядь, держи двадцатку, честно проебал. Фонд борьбы с коррупцией — это их фонбет. Прикиньте, такая хуня. Типа какой-то депутат охуенно проворовался, подходит к другому и говорит, слушай, чувак, я тоже хочу в игру, что мне надо сделать? Тебе надо подать Навальному знак. Надень самые дорогие часы и жди, он поймёт, что ты в игре. Блядь, с Навальным тоже не очень понятная ситуация. Окей, Алексей, мы поняли. Клёвое расследование. Они спиздили у нас кучу денег и кучу недвижимости. Что делать? Алексей Навальный, он такой, есть решение. Ставь лайк, подписывайся на канал. Да уж, блядь. Такое нахуй у меня есть. Все же уже в напряге от этой хуйни. Вообще все. Типа я недавно нашёл свою слабость. Знаете, как у вампиров это чеснок, блядь, у Брюса Бэннера это злость, он превращается в Халка. Я нашёл свою. Мы часов в 19 как-то раз снимали просто какой-то проект. Я устал как сволочь. Мы вызвали такси. Тачка приехала не туда, куда нужно. Пока я до неё дошёл, устал ещё сильнее. Завалился на заднее сидение. Думал вздремнуть ровно до момента, пока таксист не сказал. Ну, чё-то власти вообще нахуй за Питером не ухаживают. Да, Путин не следит. Я такой, да, вообще пиздец. Я включился как по щелчку. Мне вообще кажется, что мы в какой-то момент ехали, блядь, уже не на бензине, а просто на двух горящих пердаках тачка неслась, как Делориан, блядь. Но вдруг разговор начал сворачивать вообще непонятное какое-то русло. Потому что таксист такой, ну и чё ты предлагаешь делать? Я такой, ну, надо, наверное, дождаться, когда Путин умрёт. Он такой, да Путин не умрёт. Я такой, в смысле? Он говорит, они его научатся клонировать. Да, согласно Конституции клон не считается одним и тем же человеком, поэтому можно будет переизбирать и переизбирать и переизбирать. Будет Путин первый, Путин третий, Путин пятый. Я такой, так, а какой у тебя план? Он такой, да я, если честно, сам давно хочу убить Путина. Правда, не могу пистолет найти. На опрашке вот нету, нет патронов. Я видел пистолет, а самих патронов не было. И я реально понимаю, что меня везёт киллер Путина прямо сейчас, у которого лёгкая заминочка. И я такой, бля, хуй знает, какую оценку ему ставить, типа. Чаевые комментарии от отпустителя на патроны. И я реально, я так ухуел, я аж начал становиться на сторону Путина. Я говорю, чувак, слушай, я не уверен, что в Путине главная проблема. Я не думаю, что он главный злодей. И он такой, о, нет, вот увидишь, он как король ночи, ёбнешь его, и вся армия падёт. И я такой, блядь, вот это нахуй да. И я смотрю, а мы, типа, едем неправильно. Я такой, извините, а почему мы едем не по навигатору? Он такой, я им не доверяю. Я говорю, да блядь, куда, что происходит? Во-первых, что это за фраза такая? Я не доверяю навигаторам. Как, во-вторых, доверие очень сильное слово. Как можно навигатор проебать твое доверие? Что ты ему доверил? Типа, ты в какой-то момент оказываешься в гей-клубе с двумя членами. Такой, блядь, куда ты меня привела, Алиса? Через 300 метров вы бидор. Блядь. Я начал замечать, что депутаты уже в офшоры и через всякие острова выводят не просто бабки, а уже своих родных и близких. Это очень плохой знак. А самое тупое, что я понятия, блядь, не имею, что с этим делать. Вообще не ебу. Я все время позиционирую себя как стендап-комик, но все прекрасно понимают, что я видеоблогер. Этот концерт, по сути, я просто как будто делаю реакты на ситуацию в стране. Я кучу раз говорил о том, что, блядь, нахуй телек. Постоянно, блядь, хожу к Урганту. Дудя был, все у Дудя, блядь, спрашивают про меня. Блядь, короче, я настолько мейнстримом становлюсь, что мне кажется, такими темпами через пару лет меня депутаты будут заказывать на корпоративы, чтобы я обосрал их, как в старые добрые. Буду, блядь, как мартышка, плясать на барвихе за бабкой. Вы, блядь, разворовали страну, пидорасы. Они будут такие, это мы. Лайк. Я расстраиваюсь, потому что, ну, все время было ощущение, что, блядь, выступаем, пока не запретили, заебись. Что, если я типа часть системы? Что, если, по сути, я им выгоден, потому что я выпускаю из вас пар? Что, если какой-нибудь сынок влиятельного депутата сидит на моем канале и такой, блин, пап, что-то скучно, у него ничего не выходит, запрети что-нибудь. Люблю, когда он смешно охуевает. Страна летит в очко, пока я смешно охуеваю. Надо было свой канал так, блядь, назвать. Лохматый чувак в мятой футболке сильно раздосадован. Я все время утешал себя фразой, типа, ну, важна же огласка, важно же об этом говорить. А что, если нет? Что, если выражение «все все понимают»? Это уже давным-давно не выражение, и все реально все понимают, только надо прекращать пиздеть, а уже начать что-то делать. А я просто еблан, который показывает на очевидную проблему пальцем. Нет, вот сейчас ты зря захлопал. Вот сейчас обидно было, блядь. Еще и в спину. Ебать ты нахуй. Прям в жопу прилетело. Нихуя ты. Ауч. Да, на самом деле, да, грустно, потому что я недавно загнался, я не хотел проводить этот тур, потому что, по сути, я понял, что я вам просто продаю протест. Вы покупаете билет за деньги, приходите, и я такой, вот эта хуйня несправедливая правда, и вы такие, да, базаришь, блядь. Кстати, покупаете мой мерч с несправедливыми статьями УК РФ, и вы такие, блядь, сидит охуенно, прям как фигуранты московского дела. Точно так же, блядь. Как будто бы человеку плохо, а я вот тот долбоеб, который не умеет оказывать первую помощь, но стоит и орет, вызовите скорую! Человек умирает! Бля, а хуй ты орешь, сам вызови? А нет, это не моя работа, нет. Я здесь проявляю небезразличие, окей. Да, а что у тебя в трудовой написано? О, я профессионально переживаю, окей. Я не ебу, что с этим делать. Единственное, до чего хватило моих малюсеньких рыжих мозгов, это того, чтобы, мне кажется, я понял, почему вот нас ебут, а мы не чешемся. Мне кажется, потому что мы просто страна проебщиков. И это не просто, типа, громкая фраза, чтобы вас всех подъебать. Мне правда кажется, что в нас с самого детства воспитывают ненависть к работе и к дедлайнам, отвращения. Типа, домашняя работа, контрольная работа, проверочная работа. Ты только начинаешь осознавать себя как человек в детстве. Тебе шесть дней в неделю забивают учебой, где тебя учат вещам, которые ты не хочешь учить. Тебе там задают домашнее задание на следующую неделю. Получается, у тебя свободное, дай бог, одно воскресенье, в которое твои родители такие, что-то он ни хуя не делает. Иди в секцию какую-нибудь ебаную. Ну-ка. И все разговоры, блядь, как дела в школе, что в школе сказали, ты к школе готов? Блядь, спроси, кто я. Я не ебу, кто я. И, блядь, у меня нету минуты, чтобы просто посидеть подолбоебить. И мы пытались выиграть время. Помните, как мы списывали домашку? Не с утра перед уроком, а прямо на уроке, пока она шла по соседнему ряду проверять. Мы, блядь, пытались выиграть время. Вот немножечко. Я, кстати, из-за того, что очень убедительно пиздел и списывал алгебру без хода решения, просто пример и ответ, моя классуха долгое время два класса думала, что я математический гений. Она такая, побережный, а где ход решения? Я такой, пакалорист, а дважды два сколько будет? Вам надо расписать, почему? Она такая, о, окей. Вот вы скажете, окей, это было в детстве, да? Никто в школе не очень хочет учиться, когда он маленький, хочется быть пиздюком. Сейчас все по-другому. Да лет такие же проебаны выросли. Иначе как объяснить, когда нам дают работу, на выполнение которой выделяется месяц? Мы весь месяц нихуя не делаем. В последние три дня начинаем, типа, делать эту работу. Мы, естественно, не успеваем. Выпрашиваем два дополнительных дня в связи с форс-мажорными обстоятельствами. получаем их, и один из этих не пинаем хуй. И хуже всего, если вдруг прокатило, мы такие, попробуем в следующий раз за час эту хуйню сделать. Я, видимо, хорош в этой хуйне. Но как раз из-за этого, из-за того, что мы такие проебщики, мне все-таки кажется, что с нашей страной все будет в порядке. Но в самый последний момент... Мы все делаем в последний момент, чуваки. Кто-то объяснит мне, почему у нас на главной площади главного города страны все еще лежит труп нахуй. Типа, в чем прикол? Символ коммунизма, Ленин, блядь. У нас коммунизм? Почему у нас приезжают туристы? И мы такие, вот, смотрите, казинак, блядь, лежит. Что это такое? Ну это, блядь, даже не смешно. Мы что, египтяне какие-то? Что это за захоронение, нахуй? Лежит на батарее. Мне просто не очень понятно, почему в нашей стране нельзя трогать Ленина. Типа, просто, да, стоять. Эй, это что, Папье Маше? И чувак, который его охраняет, говорит, о, это не муляж. Ну, просто малоизвестный исторический факт. Вождь был сделан из бумаги. Вы просто, блядь, не знали. Аплодируйте, кто был в мавзолее, кто видел Ленина. Помните, как это работает? Очень темное помещение, вас заводят туда группой, такие, быстро, быстро, не останавливайтесь. Такой, это огурец или... А, это был Ленин, похуеть. И мавзолей работает очень маленькое количество часов в день. Чем нахуй так занят Ленин в остальное время? Что он не может подольше полежать? Не, если без приколов, я недавно вник в этот вопрос, и, судя по всему, все вот это остальное время, когда Ленин недоступен, его переодевают, моют и купают в формалине. И вот у меня возник вопрос. А почему до сих пор никто не слил голые фотки Ленина в интернет? Нет, ну без приколов. Типа, даже, блядь, голливудских звезд хакнули, а тут просто, блядь, деда купают. И никому в голову, даже чисто для друзей не пришло в прикол, но типа... просто по угару. Типа, почему нет? Здесь, блядь, ой, про член Ленина шутит, нельзя. Блядь, а мы того, что мы его похороним, чтобы я не шутил про член Ленина? Давайте его тогда у молодежи, блядь, популяризировать. Заведем ему инстаграм. Прикиньте, какие фотки у Ленина будут. Вот я сплю, вот я моюсь нахуй. Прикиньте, какие комментарии будут у Ленина в инстаграме. Заебал лежать, сделай что-нибудь для страны. Я ненавижу читать комментарии, потому что я даже обычные комментарии читаю, блядь, с худшими интонациями. Мне пишут, вау, вот это да, я читаю, вау, вот это да, блядь, баню человека, злюсь. Придумываю гадости про него. Хуже, когда специально пишут злое, потому что иногда хейтерские комментарии они вторят твоим сомнением и превращают их как будто в реальность. Пишут, не смешно, а я такой, блядь, ну, наверное, да, наверное, можно было постараться получше, блядь, ну, наверное, да, не самый мой смешной ролик. Пишут, отца твоего ебал, думаю, ну, кто его знает. Комментарий написан достаточно уверенно, я давно не видел батька, да. А вдруг мой папа гей, и он клеит моих подписчиков козыряя тем, что он мой батя. Такой, типа, нравится поперечный? Вот это хуюшка это сделал, хочешь попробовать? Я недавно в Твиттере пошутил про то, что боюсь стать геем, и на меня обрушился шквал обвинений в гомофобии. И я бы хотел расставить точки над и в очень фундаментальном вопросе. Когда натурал представляет гей-секс, это всегда вызывает у него, как минимум, легкое отвращение. К самому гей-сексу, не к геям, мы поэтому и натуралы. Это не имеет ничего общего с гомофобией. Это как с оливками. Типа, я терпеть не могу оливки, но я прекрасно понимаю, что есть куча людей, которые их обожают. Пожалуйста, я не лезу вам в тарелки и ешьте. Я уверен, что даже в зале есть несколько оливочников. Вы взрослые люди. Делайте, что вам вздумается. Но если кто-то в каком-нибудь заведении попытается, блядь, подойти и присунуть мне оливку, блядь, в блюдо, я буду крайне недоволен. Я такой, слышу, бери свою оливку. Иди дома у себя ее ешь. Я что, похож на оливочника? Съебал. Но если оливка попадется мне в салате, в салате, в салате, в салате, в салате. Слышишь, я такой хуйню с возрастом распробуешь. Или когда оливка на дне мартини, когда много алкоголя, влетает как родная. Слушайте, наверное, надо прекратить уже этот разгон, потому что мне не нравится, к чему это ведет. Не очень хотелось бы сменить ориентацию в конце этой шутки. Я очень боюсь в какой-то момент понять, что я гей. Не потому что есть предпосылки, а потому что, блядь, так лень переучиваться, жить будет. Просто объясню, в чём я имею в виду, почему мне кажется это сложным. Парни, поаплодируйте, кто умеет понимать, когда другой мужик симпатично выглядит. Это не нормальная хуйня, подумайте над этим вечерочек. Это чё, блядь? Вы типа такие, о, блядь, Лёха, ну ты мужик. Ну, конечно, был бы я бабой, ох. Чё, блядь? Спокойной ночи. Не, просто я вообще никогда не понимаю, когда мужик красивый. То есть выше среднего белый шум. Ниже среднего уродов я сразу высекаю. Я такой, о, блядь, ну это жуть воплоти, это даже не человек. И на удивление, вот как раз на этом примере я начал понимать, что девушки относятся к мужской красоте вообще не так, как мужчины к женской. Потому что у нас всё плюс-минус линейно, с отклонениями на фетиши. А девушки иногда с такими, блядь, чувырлами встречаются. И это часто не из-за денег, они правда им интересны. Я долго не мог понять, как это может быть, и недавно я понял, и я даже придумал этому термин. Я называю это камбербэтчить девушку. Это когда ты выглядишь как варёный фантомас, блядь. Но если ты вдруг интересная личность или немножко хотя бы талантливый, девчонки сразу такие, а он своеобразный, да, что-то есть, мне, ну да, что-то вот интересная внешность. Окей, Путин уже кто-то сосёт. Давайте, блядь, уже сразу. Путин уже кто-то... Поаплодируйте, кто считает Путина красивым? Людмила, ну надо было уже перерасти этот развод, перешагнуть через эту хуйню. Ну что же вы убиваетесь? Нет, вы, скорее всего, похлопали Путину с календарей, который отфотошопленный, молодой, он сам выбирал эти фотографии. Я имею в виду Путина реального, который, вот, блядь, с прямой линии. Грустный, уставший дед, который сидит такой, потерял записку от бабушки, стыдно. Я очень сомневаюсь, что вы сидите в этот момент перед телеком и такая, блядь, вот бы тебе на лицо сесть, красавчик, на твоё ботоксное личико, бам-бам. Да, будет аннексия твоего язычка, блядь, на несколько часов. Да, как тебе такая реформа, блядь. Будешь мне отлизывать столько же, сколько ты у власти сидишь. 20 лет будешь пизду мне лизать, красота. Очень вряд ли. Потому что, когда сосут Путину, сосут суть. Бля, я не знаю, нахуй я это разгоняю, пиздец. Они же это посмотрят, мне реально пизда. Я не знаю. Со мной же даже как с Голуновым не получится. Чё, выйдет статья, типа, поперечного арестовали с кучей наркотиков в рюкзаке и все такие, лайк. Типа, прикиньте, как арест будет происходить. Они такие, так, что это у нас? Ого, куча травы. Подожди, чувак, мы ему еще ничего не подкинули. Чё за хуйня? Это чё, его? Прикиньте, какие протесты будут в честь меня. Просто возле следственного комитета будут стоять чуваки с красными глазами. Такие, бля, может выпустите его? Ну так, чисто, ну, нормально было бы, если вам не впадло. Ну чё? Хотите жвачку? У меня есть адвокат, очень пиздатый адвокат, очень дипломированный специалист, и в последнее время каждый раз, когда я к нему прихожу за консультацией, говорю, смотри, у меня могут быть проблемы вот из-за этого? Он такой, не ебу, братан. Я говорю, в смысле? Ты же, блядь, у тебя диплом-то, у тебя образование. Он говорит, мы в России, я вообще не понимаю. Я говорю, ну, может быть, мы можем какую-то экспертизу заказать? Он говорит, да, сейчас, хорошо. И достает карты Таро. Говорит, хочешь? Монетку брошу. От меня больше пользы будет, если я брошу монетку, чувак. Они ведь смотрят мои концерты. Знаете, как я понял эту хуйню? Потому что очень большую часть предыдущего концерта я сетовал на то, что... Бля, сетовал, все, пиздец, блядь. В испутнем давече с ударыней плясал. Я злился на то, что людей арестовывают за фотографии исторические со свастикой. Что это было неправильно. Вышел закон после моего концерта, разрешающий демонстрацию свастики в учебных целях. И еще один закон, запрещающий ругать власть. Я такой, а, посмотрели, окей. Я долго думал, я такой, блядь, запретили ругать власть, а как я вообще выступать буду? Потом я подумал, а, зачем мне их ругать? Можно же их хвалить? Они такие молодцы, серьезно, они очень креативные. Как они классно все провернулись с этой ракетой под Северодвинском ядерной, которая ебнула. Ровно в тот момент, когда вся страна смотрит Чернобыль от HBO. Блядь, где главная суть сериала? в том, что советские власти пытаются скрыть радиационные последствия атомной катастрофы. Все наши СМИ горланят. Мы так никогда не делали, не сделали бы. Что под Северодвинском ебнуло? Да петарда какая-то, хуй знает. Типа, блядь, даже как-то, ну это правда остроумно в какой-то степени. Я даже не шучу, когда доктора из Северодвинска начали кричать, блядь, почему у нас у пациентов волосы выпадают? Знаете, что наши власти ответили? Отравились крабами. Бля, не пиздёшь, загуглите, это так уморительно. О, блядь, соус терияки вот это, токсический элемент. А я ведь, кстати, предупреждал про то, что, блядь, ракета у нас взорвётся. Я пол предыдущего концерта как Петрушка, блядь, прыгал, орал «Мы ёбнем сами по себе!» Какой-нибудь чувак в пусковом центре смотрел ролик такой «Ха-ха-ха! О, блядь, о!» Да не то, что, типа, я такой предсказатель охуенный, просто всё настолько предсказуемо, что даже уже не смешно. У власти есть чувство юмора, мрачное, извращённое, но есть. Прикиньте, в Кремле же ведь происходил в какой-то момент разговор, типа, «Слушай, а давай типа посадим за то, что он бумажный стаканчик в разгвардейца бросил, а? Ты чё, ебанулся, что ли? Да нас же, блядь, на вилы подымут. Ха-ха-ха! Смотри! Власть молодец! Все эти посадки по московскому делу, я думаю, надо продолжать такими же темпами сажать нормальных людей за всякую хуйню, потому что такими темпами скоро в тюрьме будет прикольней, чем на воле. Типа на воле всякие депутаты, бандиты, убийцы, которых отмазала власть. А в тюрьме актёры, журналисты, блогеры, блядь. Приходишь, а там ребятки с приятной тебе гражданской позицией. Так вот хорошая, комфортная среда. Блядь, чувак, который встаёт с флагом России, ты как спам патриотизма. Ты выскакиваешь снизу такой, кстати, скрепы. Но мне кажется, они меня не посадят. Знаете почему? Потому что я по сути, ну если так отрезать мишуру, я как бы отстаиваю интересы власти. Да, не всей, но очень многих людей, которые находятся у власти и согласны с моими убеждениями, которые я транслирую, но которые они не могут озвучивать в связи с обстоятельствами. К примеру, я за легалайз. Я считаю, что человек с 21 года сам в состоянии принять решение, чего ему, блядь, упарывать. И нам не нужно, нас не надо контролировать, мы справимся. Куча депутатов хотели бы высказаться за легалайз, но не могут раскрыть свои рты. В основном, потому что у них сводит скула от депутатского кокаина, но тем не менее. Я за легализацию проституции. Не потому, что я считаю, что нужно больше проституток, а потому, что я считаю, что проституток должен охранять закон. Депутаты любят проституток, да. Я тоже. Я за права всех геев, в том числе и тех геев, которые находятся у власти, но вынуждены скрывать свои чувства. И вы сейчас такие, а ком это он, блядь? Ну-ка, Данька, осторожно. Давайте вот по-честному, долго, долго мы будем, блядь, хорошо, сколько раз Жириновский должен проебаться, чтобы мы уже все такие, ладно, он гей, давайте уже примем это как факт. Я уже не говорю про старые видео, где он сидит в бане с пацанами и такой, всех выебем, да, всех отъебем. Я даже не говорю про фотографию, где он голый, блядь, на надувном матрасе, как жрица, блядь, греческая, и мальчики превозносят его к солнцу, блядь. Вы можете прийти домой загуглить, в Ютубе валяется видос, где Жириновский на каком-то радиоэфире или что-то типа того, там видно двух женщин-ведущих, по-моему, это эхо Москвы или еще что-то такое. Туда звонился Жириновский, и вдруг, ни с того ни с сего, разговор поворачивается в то русло, когда Жириновский говорит, мне, кстати, в прошлом мальчик дрочил за гаражами. И ведущая такая, чего? Чего? Чего, простите? Вадим Евгариевич, чего? Ну, мальчик подрочил мне за гаражами. Но это типа не гейство, это мы так баловались. И видно в глазах ведущей типа вопрос застывший, она прям такая, а надо ли у него уточнить, был ли он при этом мальчиком маленьким, или лучше нахуй не ворошить это осиное гнездо, типа не провоцировать конфликт лишний раз. Но власть у нас против пропаганды гомосексуализма. А жирик там тусуется в Кремле каждый день. Прикиньте, ходит такой. Владимир Владимирович, у вас ручка упала. Еще ниже посмотрите, да. Так что я провластный комик. По сути, начали появляться статьи о том, что я проплачен Кремлем. Прикиньте, я вам честно скажу, это не так. Вы ничего не видели. Не, на самом деле, если это произойдет, я вам как-нибудь по-другому намекну. И я хочу вам дать обещание, я правда постараюсь сделать все возможное, чтобы до упора не брать бабки у Кремля, чтобы не менять свое мнение. Но! Вы же понимаете, что если запахнет жареным, я, блядь, не буду ради вас геройствовать. Если меня увезут в подвалы Кремля, привяжут к стулу, снимут с меня мешок и спросят, будешь с нами работать? Я такой, блядь, никогда! Они такие, да? Блядь, тогда мы выложим все твои переписки с телками из ВКонтакта с момента регистрации. Я такой, когда приступать, товарищ майор? Потому что мне эти проблемы не нужны. Я зарегистрировался ВКонтакте в 2008 году. Все мое половое созревание там. Мужики перечитывали когда-нибудь свои первые подкаты к бабам. Это пиздец, это мрак в чистом виде. Ты как будто бы... Ты как будто бы смотришь на новорожденного олененка, который пытается делать первые шаги и не может, блядь. Типа, привет, красавица, а у тебя ничего не болит? Она такая, чего? Потому что ты упала с неба. Тихо, 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 все, 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 тихо, тихо, спи. Это хуйня тупая. И еще когда... А, ладно, вам Питер будет, это понятно, скорее всего. Кто-то вырубал траву ВКонтакте в прошлом. Это, знаете, типа, уровень конспирации, просто божественный, вот этот. Типа, эй, бро, есть чего почитать? А? Они никогда не поймут этот шифр. Они думают, что ты библиотекарь, бро, расслабь булочки. Ты че, сколько грамм этой книги у тебя есть? Мне кажется, они нас не арестовывали, потому что спецслужбы такие, блядь, да он умственно отсталый, Леха, забей хуй. Они сейчас пойдут, они сейчас пойдут клей за гаражами нюхать, склеют себе ноздри нахуй задохнуться. Забей вообще, не бери грех на душу. Но я вырос и больше так не делаю. Я законопослушный гражданин и плачу налоги. Я в прошлом году впервые заплатил налоги как следует. Потому что я думал, я думал, что я платил налоги до этого, а оказалось, нет, надо было гораздо больше налогов платить. Я в прошлом году заплатил сумму семизначную. Я расплакался. Не из-за того, что я такой жадный пидорас, а потому что сразу после того, как я заплатил налоги, я включил новости и увидел нашу инновационную разработку, блядь, робота Алешу. Помните, как мне нарядили долбоебов пластмассовый костюм? И такие, я люблю математику. И на это идут мои бабки, да ёб твою мать. Ой. Я так надеялся, что они, как в роликах Boston Dynamics, начнут тыкать в неё палками, пинать его, блядь, толкаться. Типа, вы заебали, это же я Витя в костюме. Мы знаем, отрабатываем бюджет. Я начал вникать, куда уходят бабки с налогов, которые я плачу. Я охуел. Вот типа, ЖКХ в Питере, какого хуя вот эти ребята так много денег берут за то, что они просто зимой ждут потепления. Это чё за хуйня? Чуваки, всё, пиздец, стендап про ЖКХ. Мы, блядь, несёмся в ад с бешеной скоростью. Вы реально не заметите, как вся эта хуйня превратится, блядь, в шоу уральских пельменей. Вы будете вот этими, блядь, жирными стариками, которые на крупняках, блядь, хлопают у них, вот эти руки развиваются. И я буду выходить, тай-тара-та-тай-тай. Тёща, сука, и вы, а, Данька, всё ещё могил от, блядь, жиза. Пиздец. Так вот. Ну, а чё делать, блядь, конечно, ну, я уже всё, я туда несу, я плачу, это, коммуналку, я знаю, куда эти квитанции относить, я узнал, что у меня есть дом управления, прикиньте, знаете, как я с бабкой из дома управления познакомился? В 9 утра мне звонок в дверь, я сонный, в одних трусах, открываю входную дверь, стоит бабка и такая, мне срочно надо увидеть ваш стояк, я такой, дождите, ну, не так быстро, ну, хорошо, как скоро вы, срочно, как, насколько срочно, пришли бы на пару минут пораньше, всё бы заметили, у меня недавно, блядь, у меня недавно испортилось настроение, я купил себе шуруповёрт, и оно исправилось, пиздец, я в мужичка превращаюсь, типа, отвечаю, у меня был дерьмовый день, я приехал в строительный магазин, как только я сделал, я расплылся в улыбке, я такой, ооо, я приехал домой, окрылённый нахуй, моя девушка такая, а нахуя ты купил шуруповёрт, я такой, ну как, для меня это было настолько очевидно, зачем, но когда я заглянул в голову, единственное слово, которое у меня там было, вещь, я такой, ну всё, приехали, блядь, вещь, типа, я всё, я нахуй деграднул, знаете, до астралопитекного уровня, такой, ооо, штука класс, блядь, самое страшное, я не говорю, что я старею, окей, это, просто я уже не молодёжь, сам факт, что я сказал слово молодёжь, нахуй, уже очень о многом говорит, и это страшно, когда ты думаешь, что ты всё ещё, типа, молодёжь, оказывается, что нет, это прям бьёт по яйцам, потому что, я недавно был в клубе в каком-то, и меня узнал парень с девушкой, они подошли ко мне сфоткаться, и после фотографии, парень такой говорит, слушай, а можно задать тебе нескромный вопрос? Я такой, да, конечно, валяй. А что, что вы делаете в этом клубе? Я такой, ааа, просто бухаю здесь, отдыхаю, а что? Просто это очень молодёжное место. Я такой, так, чувак, мне вообще-то всего лишь 25, он такой, и я так охуел, я такой, стоп, ты стоишь с бухлом, то есть тебе минимум 18, то есть 7 лет разницы, это мы с тобой уже, типа, вообще ни на одной волне, что аж тусоваться в одном месте не можем. Я решил пошутить, я такой, да ладно, ты чё, ибанулся, дэп, чё, у тебя есть спиннер, покажи, и он, блядь, от какого-то прокажённого от меня отошёл, он не понял, что я иронизирую, и он такой, о, всё, я такой, блядь, так вот как мы превратимся в наших батьков, которые ходят и такие, лол, кек, и все на нас будут пальцами показывать, блядь, кидать камнями, говорить, всё, насмехайтесь над ним, блядь, окей, бумер, я вообще-то не бумер, кажется, я миллениал, я не точно разбираюсь в этой метрической системе пиздюков, но по-моему, я миллениал, кажется, да, скорее всего, так бы сказал бумер, да, да я ещё молодой, вы заебали, где мой гироскутер, йоу, но из МС сейчас модная музыка, да, блядь, пиздец, кошмары даже изменились, раньше в детстве снились всякие монстры, потом мне снилось, что я мучу со своей матерью, сейчас, сейчас ещё хуже, сейчас кошмары, знаете, как мои выглядят, я внутри сна, как-то проебался перед своими друзьями, и весь сон, выясняю отношения, ёбаный рот, ты просыпаешься, вымотанный, просто как тварь, думаешь, господи, да лучше бы меня бензопилой какой-нибудь отъебали, чем вот это вот, а ты сказал так, а сделал вот это нахуй, и что это значит, помните, как был момент, когда все ваши друзья в инстаграме выкладывали с помощью приложения состаренные свои фотографии, я словил небольшую депрессию от того, какие у меня, блядь, старые друзья, а потом понял, что они не обрабатывали фотографии, и такой, ебать, я точно, я же тусуюсь с типами под сорокет, которые такие, блядь, вы ещё клёвые, пиздец, музычанка, знаете, какую недавно хуйню отпорол, мы просто бухали в баре, компанией своей, и Юра такой, слышите, пацаны, а может на рыбалочку, мы такие, так, ты нахуй завязывай эту хуйню, Юрец, он такой, да нет, мы не как наши родители, мы возьмём бухлишечка, лодочку, миска, и мы такие, а может в целом, мы поехали, и потом такие, стоп, закройте уши, не смотрите на него, это смерть, говорит головой Юрца, сладкая песня сирены, не хочется стареть, потому что старые умирают, уроки жизни от Даньки, я недавно столкнулся впервые с похоронным бизнесом, ну типа, короче, я рассказывал о том, как у меня умер дед, но я не рассказывал, как я хоронил его, и когда ты впервые сталкиваешься от начала до конца с похоронным бизнесом в России, ты вахует, потому что, ну, становится понятно, насколько у нас в обществе диспропорционально технологическое развитие и насколько отстаёт бытовое. мой дед умер в гостиной, по закону надо было вызвать участкового, мы так и сделали, он приехал, и участковый должен был увезти тело деда в морг на свидетельствование, чтобы, ну, они проверили, не убили ли мы его, или он умер по естественным причинам. Но дед так плохо выглядел, и мы так не хотели, вот, чтобы труп нашего близкого возили туда-сюда, что я просто подошёл к нему, и говорил, товарищ майор, ну, правда, у вас что, есть какие-то вопросы? Вы серьёзно сомневаетесь, что он не сам умер? Он посмотрел на меня, такой, ладно, держите справку. Я такой, то есть я мог ёбнуть кого-то? Ну, в теории, типа, и быть убедительным. Типа, товарищ майор, да разве я бы так метко воткнул нож? Да вы ебанулись, да у меня глаза на разном уровне, да я бы никогда так в жизни не прицелился, вы что? Да никогда. В итоге, как только участковый ушёл, тут же, как два коршуна, в квартиру влетели похоронщики и начали готовить тело деда к погребению. И надо отдать им должное. Чуваки знают своё дело, пытались сделать максимально быстро всё, чтобы не растягивать этот процесс. Но, видимо, из-за профдеформации, из-за того, что, ну, они прям каждый день, видимо, имеют дело с трупами, они так в какой-то момент разогнались, что со стороны выглядело, как будто они играют моим дедом в сокс, нахуй. Сокс, молодёжь, это такое развлечение нашей молодости, блядь. Это такой мешочек с горохом, который мы пинали, блядь, когда не ловил интернет, а он не ловил пару тысяч лет, блядь. Так вот, они подготовили тело, надели его в костюм, гроб поставили на две, блядь, кухонные табуретки в гостиной, вот так вот, перед телевизором, положили туда деда, и положили они его прямо перед PlayStation, блядь. И я такой, ну вот, сука, ну нельзя было куда-нибудь в другое место положить, потому что PlayStation это была единственная хуйня, которая отвлекала меня от всю эту пиздеца. Я пару раз грешным делом проходил и такой, блядь, ты можешь всё-таки и рубануть, похуй, ну типа, ну как я могу в Last of Us играть, стрелять в зомби, в итоге, по православным обычаям, дед должен был какое-то время провести в квартире, пока его отмаливают церковные бабки. Церковные бабки пришли, отмолили его, и деда всё, больше нельзя было трогать, надо было брать гроб и везти его хоронить. И тут вылезла проблема, которую я вообще не ожидал. Ко мне подошли грузчики, говорят, Данил Алексеевич, там как бы газелька приехала, мы уже в целом готовы всё ехать хоронить. Ну тут одна такая штука появилась, мы когда гроб вносили в квартиру, мы, чтобы он прошёл, на бок его поворачивали. Я такой, так, и? Он говорит, ну дед выпадет, я говорю, нет, это я понял, этого мне хватает, блядь, ума понять, какие предложения? Он говорит, ну можно закрыть его крышкой, и с закрытой крышкой повернуть. Я говорю, да, чтобы он как в стиральной машине там, блядь, весь перевернул. Не-не-не, чуваки, дайте мне 10 минут, я сейчас придумаю, что делать. И я реально два курса своего инженерного образования 10 минут напрягал, чтобы придумать, как вытащить деда из седьмого этажа, не вытаскивая его из гроба. Я уже начал заказывать кран. В моем больном плане кран должен был подъехать к ебаным окнам, зацепить гроб и аккуратно спустить его, как эта клешня, которая ловит игрушки в автоматах. Как во всратом трюке Дэвида Копперфильда. Врубаетесь, он типа должен... Я подумал, господи, не дай бог, какой-нибудь трос сорвется, еще дед выпадет. Прикиньте, какой-нибудь чувак просто курит на балконе. И я такой, все нормально, он уже был мертв. Он умер до этого. Все, все путем. В итоге я такой, ладно, давайте самый простой способ. Я просто загоню бабушку с мамой типа в комнату, отвлеку их, а вы отдельно выносите гроб, а потом деда. Они такие, хорошо. Они вынесли гроб, дед лежал на такой простынке, они его вдвоем взяли вот так вот с двух сторон, как в гамачке. Он лежал. И я думал, что они спустят дедушку по лестнице. Но парни решили воспользоваться лифтом, в котором еле-еле два человека, блядь, расходятся. Они постояли на лестничной клетке, почесали репу и такие, и сделали шаг друг к другу, вот так, загиная деда, как книжечку. Раз, и заходим. Оп-оп-оп, да, нормально, то есть тут ноги, тут голова. Я такой, ребята, вы че, охуели? И двери закрылись. Эта картинка настолько ярко впечаталась мне в голову, я теперь никогда в жизни не куплю сгибающийся телефон. Вы купаете? Типа, все, все, для меня В больше не значит виндетта, блядь. Для меня В это Валерий Иванович в лифте, нахуй. Прикиньте, самое яркое последнее мое воспоминание о моем родном любимом дедушке. Мой дед в лифте иронично передразнивает кнопку вниз сам собой. Такой, куда ты, дедуль? Илья? Ты в рай? Не. Туда. Я, кстати, потом читал правила пользования лифтом, нихуя об этом не написано, ни слова вообще. Не написано. Не рекомендуется сгибать трупы и везти их. Без сопровождения кого-то старше 18 лет. Зато телефоны у нас пиздец быстрые. Хуя переход, да, типа. Согнули деда, кстати, смартфоны, что с ними не так? Мне просто прикольно, что технологии развиваются, а чтобы спустить труп, приходится его сгибать пополам. Телефон стал настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что, бля, у девчонок телефон это вообще их подпездывающая подруга. Вы купаете? Потому что телефон анализирует, ну, клавиатура запоминает все, что вы пишете и подсказывает варианты. Я недавно увидел, как моя девушка начала вбивать «ты ведешь себя как?» и у нее телефон предложил «как всегда, как мудак, как твой отец». Я такой «ты нахуя ей наваливаешь, блядь? Ты на чьей стороне вообще в целом?» Я тебя купила, ты ей подсказываешь, блядь, обидные варианты, нахуй так делать. Просто у пацанов вообще не так. У нас телефон это наш тупой кореш. Ты типа пишешь «привет», он такой «пидор, назови, блядь, пидором, смешно будет». В воскресенье пьяный в баре тусуешься, тебе пишут «ты успеешь завтра к 9 утра все прислать?» Ты пишешь и ты 9 такой «конечно же, все будет в лучшем виде». С утра просыпаешься, у тебя в неотправленном сообщении висит фотография твоего яйца, и ты такой «Воу! Удалить? Нихуя себе!» Вот это я, блядь, бухнул вчера. Классная ругодинца не оценила бы такой, блядь, весточки из прошлого. Все развивается очень быстро. Даже отношения с людьми. Встречали когда-нибудь чувака, парня, который слишком понтуется тем, насколько он лучше, чем вы, ухаживает и любит свою девушку? Я недавно встретил типа, который сказал, типа, «Я считаю, что 8 марта это ненужный праздник». Я такой, «Так, ты меня заинтересовал, я весь во внимании». Он такой, «Потому что мне не нужен специальный день, чтобы разовать свою девушку». Я говорю, «Блядь, чувак, у тебя по-моему сироп из жопы течет, выдри, пожалуйста». Что значит, «Блядь, не нужен специальный день?» То есть по твоей логике ты такой типа, «О, вот тебе подарок просто так, вот тебе еще просто так». То есть ты периодически делаешь пиздатые подарки, окей, с этим я могу жить, а что ты делаешь на пиздатые даты, типа на годовщину, что ты ей даришь? Дом? Просто, «Блядь, это как с друзьями, когда вы друг другу на день рождения дарите хуйню ебаную?» И вдруг в какой-то из ваших дней рождения он вам дарит дорогой подарок какой-нибудь, блядь, PlayStation. «Нахуй ты поднял ставки? Захуя! Я теперь должен теперь тоже что-то тебе дарить». Мы дарили друг другу, ну типа, туалетную бумагу, носки. «Нахуя вот это началось?» «Мне не нужен специальный день». Вообще-то их пять, их могло бы быть и поменьше. Это, блядь, день Святого Валентина, 8 марта, ее день рождения, Новый год и годовщина. «Был наш общий праздник, но вы и как-то спиздили, блядь, его». «Нет, наш теперь будет не подарки». «С годовщиной тебя, дорогая?» Она такая, «Спасибо, и ты...» «Сосиба, ебать!» «А мне чего?» «А я?» «Я же тоже, блядь, годовщинец. Почему?» «Я тебе дарю годы совместной жизни». «Нихуя, нет!» «Иди нахуй, так не работает!» «Я тебе тоже дарю совм...» «То есть, типа, мой подарок, это ты пять лет ебешь мне мозги?» «Пожалуйста!» «Просто, бля, отношения — это печка, которая работает на любви, внимании, но еще и на деньгах, бля, иногда эта печка очень прожорливая». «И если вы, девчонки, сидите такие, бля, это неправда, не совсем так. Парни, попробуйте как-нибудь ради просто эксперимента подарите своей девушке на годовщину бусы, которые вы сами, блядь, слепили». «Типа, я сделал, весь день лепил хлеб». «Типа, если ты не поняла, это как бы и украшение, и типа, если ты проголодаешься, ты можешь так «кусь, и подкрепилась, люблю». «Кого это может впечатлить, если ты с голубем, блядь, встречаешься?» «Лучший подарок — это внимание». Блядь, это такой булшит. Внимание постоянно присутствует в отношениях, окей? И из-за того, что оно постоянно присутствует, оно начинает обесцениваться. Мне кажется, фразу «лучший подарок — это внимание» придумали, блядь, КГБшники. Ты пытаешься обжаловать свой срок, они такие «а, все, подарки не от дарки, ебай». «Раз уж мы, кстати, заговорили про КГБ, поаплодируйте, пожалуйста, кто в этом зале не верит в Бога? Ну кого же вы пришли, ебать, вы что? Не, ладно, извините. Не, я понимаю вас. Во-первых, вы, наверное, не верите, потому что, ну, нет ни одного, блядь, доказательства. А во-вторых, потому что, ну, вот эта классическая фраза, что если бы Бог существовал, вряд ли бы он был таким жестоким. Но попробуйте как-нибудь дунуть и поиграть в «Симс». Бля, ребята, все становится понятным. Очень сильно. Я вам больше того скажу. Мне кажется, что если Бог и существует, то он стопудово гомофоб. Не потому, что он сделал геев и настроил всех вокруг против них, а потому, что Бог запихнул самую главную точку G мужиков нам в жопу очень глубоко, он прям спрятал ее туда. Он такой, «Хм, куда бы поместить главный центр удовольствия мужиков? Под слой говна и не переваренной кукурузы туда им. Хуя, хуя». И когда Адам с Евой такие, «Слушай, Бог, никакого дезреспекта, но, бля, а чем это отличается тогда от секса банального с девушкой?» Он такой, «О, бля, Ева, базаришь». «Добавлю мужикам волос на жопу». Сейчас очень тонкий момент. Мужики, мы как бы, вот давайте по-честному, мы никого тут не знаем друг друга, мы никто не запомним друг друга, всем друг на друга похуй. Давайте по-честному, поаплодируйте, пожалуйста, мужики, которые... «Так, да бля, это вы заебали, дайте договорить, что же за... ебать, класс коррекции нахуй». «Поднимите руку...» «Нет, стой, Федя, подожди. Давай как следует, на счет три нахуй». Итак, сложная тема. Похлопайте, пожалуйста, те, кто периодически бреет себе жопу. «Спокойно, я не договорил». «Напрягли булочки». «О, гействовать, секунду». «Потому, что за... заебываются вытирать очко после того, как посрали по 40 минут». «Остальные вы охуели, что ли? Вы, бля, что, вы с говном в жопе сидите? Такие, «А, не, это гейство, да? Брить жопу гейство». «Не гейство» сидеть с говном в очке, бля. «Не гейство» это, когда ты новые чистые трусы надеваешь и сразу лисичка коричневая. Хуяк, бля, тут же. «Серьезно, вам в прикол эта хуйня?» «Или вы типа ждете, когда говно засохнет и просто отламываете эту хуйню, как сталактит и выкидываете в мусорку. «Слишком гейский брить жопу». «Мужицкая хуйня» это когда волосы вот так вот сплелись и ты когда какаешь, она говно как через мясорубку, блядь, проходит. Вот это мужики настоящие. Маскулинность. Пиздец. Видели когда-нибудь у парней дома коричневое полотенце? Это они сдались. Они сразу сдались. Они такие, о, мы же долбоебы, мы же одним полотенцем все себе вытираем. Просто мы разочек, знаете, попробовали белые полотенца, которые просто ты моешься в ванной, ты хорошо помылся, вытираешься и все равно остаются черкаши. Ты такой, да ебать! Мы каждый раз это полотенце разворачиваем, типа, так, надо найти черкаш, чтобы лицо этим не вытирать. Вот, блядь, из-за того, что этот настолько «О, ммм, нет, брить жопу, это по-гейски» вот такая тема, нахуй даже ни у кого совета не спросить. Когда мужик впервые бреет жопу в своей жизни, это жонглирование бензопилами, нахуй. Потому что никакого опыта нихуя не видно, блядь, сзади. В руках бритва, типа, лезвие, врубаетесь, холодное оружие. Ты каждую секунду, аж руки трясутся, потому что ты рискуешь сделать новую жопу, кольцо кальмара срезать, блядь. Типа, и это чисто, ну это даже с геометрической точки зрения нерешаемая задачка, потому что тебе надо прямоугольником побрить кружок в складке, и ты такой, да я вообще не понимаю, как даже начать, с какой стороны. Я, блядь, тут-то иногда пробрить нахуй не могу, потому что тут такой перепад, а там вообще пиздец, какой-то геометрический бред, блядь. Картины Сальвадора Дали, кружок, блядь, часы вот такие изогнутые там, блядь, хуй пойми, что происходит. Больше того, блядь, я много лет этим занимаюсь, я вроде как придрочился, и все равно нахуй не легче с каждым разом, потому что каждый раз, когда я пытаюсь побрить себе жопу триммером, я выгляжу так, что меня следовало запретить, потому что я похож на свастику, я, блядь, пропагандирую, и в каком-то городе девчонка какая-то сказала, попробуй крем для удаления волос. Сейчас я вам кое-что расскажу, ебать. Есть пару слов. Если вы, девчата, думаете, что с вашими суси-пуси-волосиками эта хуйня исправляется, то с нашими колосьями, блядь, я вам отвечаю, на креме было написано подержать 15 минут. Я полчаса с этой хуйней на жопе провел, очко было, выглядело, как будто его радиацией облучили, а волосы стали крепче, они такие, нас атакуют! Они как вирус адаптировались. Блядь, я вам больше скажу, у меня есть триммер, которым я иногда брею бороду и голову и жопу. Да, пацаны долбоебы, мы реально, мы одной вещью все, типа помыл, все, считай новое. И когда я брею голову, она звучит типа но когда я иду в жопу, я такой и я достаю, думаю, что она забилась волосами, а там просто записка отвалит. О, окей, я понял, я туда не лезу, я эту хуйню не трогаю. Чуть тупее предложение, чем крем для удаления волос, это типа дернуть воском вот эта хуйня. Мне кажется, это просто прямой способ оторвать жопу просто с мясом вот так. Мне кажется, у меня вылетит кишка как серпантин вот этот новогодний. Вот так вот. Как новогодняя хуйня, которую на голубых огоньках кидают. А этот окружочек останется волосатый на бумажке, блядь. А они там, блядь, надолго, это их дом. Блядь, да перед тем я распинаюсь, тут, блядь, половина народа в 2001-м родилась. У нас, наверное, жопы даже. Вы такие, брить что? Вы, наверное, когда ходите, звук такой. Беззаботная такая ходьба. Сейчас даже не хлопки, это просто кто-то встает и садится. Попробуй лазер. Попробуй лазер. Ай, братан, мне кажется, что это должен быть лазер, типа как из звезды смерти. Они с орбиты должны выстрелить в этой хуйне, чтобы хоть какой-то эффект был. И то, мне кажется, очко просто разожмется, они такие, в рассыпную, и оно попадет ровно посередине, не задев ничего из... Подожди, а кто крикнул «Попробуй лазер?» А можешь встать, пожалуйста? Правда, нет, встань, пожалуйста. Повернись, повернись жопой. Повернись, правда, повернись, правда, я клянусь, я не буду, правда, мы кое-что сейчас попробуем. Повернись жопой на одну секунду. Ко мне, ко мне жопой повернись. Сейчас, извините. Давай, помогает, ебать. Бля, отвечаю, это не спланированная хуйня. У меня просто кликер в штанах. Ебать. Инспектор-гаджет всегда готов. Комедия с реквизитом. Короче, а кто в этом году вот праздновал выпускной? Поаплодирующим. Поздравляю вас. Я ненавижу алые паруса, потому что это день, когда уровень понтов дешманских в Питере критический. Потому что 11 лет пиздюки, у них бурлят гормоны, у них у всех сперма-токсикоз, они такие, блядь, выпускной, надо потрахаться, сегодня или никогда. И со всей страны вот эти, блядь, торчки привозят к нам и выгружают автобусами. Все просто... Видели, как они... У них даже, блядь, колени не сгибаются, они просто так ходят. Тамара Ивановна, а когда автопатик? Без пиздежа, я вышел за хлебом, мимо меня проехала заниженная шестерка, из которой торчал, блядь, школьник, у него были лаком поставлены волосы, черные очки и приподнят воротник. Мы встретились взглядом, и он такой, еду ебаться. Он прям, типа, ну, во всеоружии, он прям расчехлил все, что у него было. Реально, Алые Паруса — это день, когда воздух в Питере пахнет акс-эффектом, потому что все... Ужас. Страшно быть тупым? Я ведь тоже был таким долбоебом. И я вот, самый мой большой страх нынешний, я такой, бля, а вдруг я тупой? Но я не понимаю этого, потому что я тупой. И еще, потому что я окружил себя тоже друзьями-долбоебами, и мы, типа, такие, ну, как бы, не выделяемся особо. Мы как будто, типа, Black Star. Типа... Все четко. Это они долбоебы, а не мы. Кто-то из нас начинает понимать, что Black Star — это херня, и уходит. Мы такие, да, предателя засужу. Просто я, с одной стороны, вроде как, с довольно научной точки зрения, объяснил для себя жизнь после смерти, с другой стороны, я недавно мылся в ванной, и у меня живот издал какой-то такой звук, очень похожий на звук уведомления в ВК-те. И я 10 секунд был уверен, что мне написали на живот. Мне пришло сообщение прямо вот сюда. Я реально лежал такой, а как? А как проверить? А что такое? А кто пишет? Блядь, кто гастрит, ты что-то долбоеб, реально 10 секунд. Да, новое обновление, наверное, какое-то вышло, блядь. Алло. Я вот не верю в бога и паранормальное, но недавно в туре, в отеле, испугался, блядь, халата, потому что подумал, что это привидение. Я проснулся в темноте, и такой... Белый силуэт! Ага, это халат. Или привидение в халате. Типа я не верю в призраков ровно до момента, пока мне, блядь, не страшно. Как только я боюсь, я такой, ну, наука еще не все исследовала, хуй его знает. У меня дом завален книгами, которые я никогда в жизни не прочту, которые я купил, и такой, большое спасибо, иди нахуй навсегда. Все, пока. И при этом, при этом, я всегда хохочу, как ненормальный, я всегда смеюсь, когда кто-то из моих друзей резко достает хуй и прячет. Я как ребенок, блядь, я прям, а, для меня это вершина комедии. Я такой, ха-ха-ха, опять подловил меня, блядь. Ужас, нахуй. Я вам больше скажу. Я недавно выиграл премию топ-50 людей по версии журнала Собака.ру. Бля, пиздец, да, нахуй, очень смешно. За то, что я был хороший мальчик весь год, давайте. Нормальный журнал, пиздатый, правда, клевая премия. Но вот в чем прикол, я приехал на вручение, блядь, главный редактор журнала меня встречает, вручает мне статуэтку, говорит, Данила, поздравляем вас, вы один из 50 людей, бла-бла-бла. Эту статуэтку сделали дети-аутисты. И я такой, только мою? Вы бы видели ее лицо. Она такая, да, ебать, только твою. Ты что, забыл, глупенький? Ты же сам со своими друзьями вчера ее мастерил. Ну что же ты? Но иногда я все-таки умею соображать. Я сейчас расскажу вам true story, которая произошла в прошлом году в Новосибирске. Я приехал к Сатиру, и мы с его друзьями поехали в бар их друзей. И к нам по дороге доебались два узбека. Это не расистский разгон. Они шли и орали, Узбекистан! Детектив Данила сделал свою работу. Блядь. И они сначала попросили у нас прикурить, потом спросили зажигалку, мы им как Прометей дали огня. Они не оценили этот жест. В итоге мы зашли в бар друзей Сатира, сели за барную стойку, и минут через три зашли эти же ребята вдвоем и сели сбоку. И начали мрачно до нас доебываться вообще без повода. Началось что-то типа, знаете, с того, что эй, а что вы с нами не базарите, блядь? Такие, я прошу прощения, мы просто вас не знаем, и мы давно не виделись с друзьями, поэтому хотели бы провести вечер с ними, так что, если вас это не оскорбит, мы бы хотели... Я, что ты так базаришь? Я такой, блядь, как, вежливо? Ты что, охуел? Тебе не нравится, что я вежливо с тобой говорю? И вот такая хуйня происходила, типа, минут 15, бесперерывно. В какой-то момент сатир не выдержал, встал и такой, так, чуваки, я понял, вы, видимо, хотите, блядь, в какую-то конфликтную ситуацию попасть, вам хочется побурагозить? Пожалуйста, давайте без этой хуйни. Мы на позитиве, вы на позитиве. Нас же больше, мы же отпиздим вас, нахуй вам это надо? Типа он встроил угрозу в сладкую песню. И когда в ответ на это я в очередной раз услышал, эй, а что ты и так базаришь? Эй, блядь, я не выдержу, сказал, блядь, взял своего друга, нахуй, и вышел отсюда. Пошли нахуй оба отсюда. Поворачиваю голову и вижу, как в этот момент в бар заходят два огромных типа в бронежилетах с автоматами Калашникова. Я такой, подмога, ебать, это их подмога, охуеть можно, блядь, вот что они такие выебистые были. И бармен говорит, не, я нажал красную кнопку, все в порядке, это типа, я подумал, что ну мало ли. Их выводит охрана, с ними выходит мой организатор. Какое-то время их нет, все это время мы очень мужественно с пацанами сидим в баре и возмущаемся. Такие, ебать, средь бела дня чуть не отпиздили, блядь, ебать можно. Да, ну мы бы, конечно, да, блядь, тумаков бы им дали, да, точно дали. Ой, а что это за коктейль? Маргарита? Через какое-то время возвращается мой организатор, я такой, ну че там, ну че там, он такой, ну короче, приехала полиция, обыскала их, нашла у одного из них травмат. Я такой, бля, пиздец, его увезли, типа, за хранение оружия. Он говорит, да не, у него были все документы на травмат. Я такой, и че они сделали? Ну, они сказали им, не ходите в этот бар. И уехали. Я говорю, и все? Он говорит, нет, последнее, что я слышал, как один из них другому говорил, хочу выстрелить рыжему в колено. Я такой, рыжий это я? Он говорит, рыжий это ты. И прямо в этот момент я оборачиваюсь и вижу, как они вдвоем входят в бар. Злые, потому что мы мусорнулись, но довольные, потому что знают, что мусора больше не приедут второй раз. Он прямо идет и выбирает, какую коленку первый, блядь, будет простреливать. И у меня в синей, блядь, башке возник план, который мог вообще нахуй не сработать и только все испортить. Но я подумал, да хуй с ним, чем черт не шутит, попробую. По крайней мере, может быть, от пацанов отведу. Атаку, сидите, парни, короче. Я встал прямо напротив них и начал им насыпать. Такой, значит вы, два сына, блядь, проститутки, которые я периодически поебываю. Сейчас я выйду и отпижу вас двоих, одной правой, а потом поеду ебать вашего гея-отца на Зоэлеву, который постоянно мне написывает, шлет какие-то фотки, блядь, зрения. Они взорвались, как будто они сидели на пропановой бочке. Такие, что, сука, пошли выйдем? Я такой, после вас. Они вышли, и я закрыл за ними дверь. Блядь. Согласен, согласен. Я думал, вечер лучше не может стать. Но весь последующий час мы пили с видом на полуподвальные окошечки, в которые стучались очень злые, но разносадованные узбеки, которые такие, блядь, ну выйди, ну пожалуйста, ну выходи, ну мы хотим тебя убить. Скинь попить. Но гений человека обременен его телом. Замечали, насколько сексуальные фантазии всегда прикольнее, чем на самом деле секс? Типа, даже когда ты собираешься на свидание, ты можешь, блядь, вот бы потрахаться, прикольно было. Трахаешься такой, этого ли я хотел? Потому что я сейчас, девчонки, раскрою один из главных мужских секретов. Знаете, когда мы получаем наибольшее удовольствие от секса? когда дрочим перед свиданием. Потому что мы знаем, что если этот предварительный выстрел в воздух не сделать, как только шишечка увидит вагишечку, счет идет на секунды, ебать. А мы этого не хотим. Мы хотим выглядеть хорошо. Мы хотим впечатлить вас тем, что мы трахаемся так же долго, как в порнухе. Блядь. Мы дрочим ради вас. Понятно, блядь? Вы это, вы думаете, что мы извращенцы, а мы хотим вам приятно сделать. Мы иногда так перестараемся с этим делом, что иногда во время секса трахаешься и даже не чувствуешь хуй. Парни, бывало у вас такое, что вы понимаете, что вы стопудово не кончите, и вы просто прекращали трахаться посреди процесса, типа, и закончили ебаться. Все. Хватит, блядь. Достаточно, ебать. Кому я что доказываю, бля, иди спи. Побаловались и хватит. Я уже всем все доказал в 2009-м. Я вот ненавижу стрип-клубы, терпеть их не могу, но обожаю подбивать своих друзей поехать в стрип-клуб. Потому что сколько бы лет не было мужикам, как только кто-то начинает предлагать поехать в стрип-клуб, мужики превращаются в детей со двора. Реально, потому что, типа, а что, мы в стрип-клуб поехали? Ты что, дурак, что ли, на сиськи смотреть? Да еще даже не ночь. Нет, что, нельзя. Да поехали, прикольно будет. Да блин, а если меня моя в моем дворе не найдет? Нам будет ругаться. Я позвоню, скажу, что ты у меня в приставку играешь. Поехали. Это хуйня и аквапарки. Аквапарки, блядь, сколько бы вам не было лет, как только мужик заходит в аквапарк, он такой, блядь, блядь, видели вот этих гигантских старых седых мужиков, которые бегут, блядь, по лестнице сбивают пиздюков в сторону, я первый катаюсь, блядь. Анжела, я застрял в трубе. Просто когда собираешься в стрип-клуб, представляешь стрип-клуб из ГТА, где ни у кого нет пальцев, типа, все двигаются одинаково. Приезжаешь в русский стрип-клуб, блядь, где, дай бог, хотя бы несколько девчонок действительно обожают стрип-тиз, это их призвание. А остальные бабехи там такие, ну, ебать, надо было получше готовиться к экзаменам, конечно, да. Что-то я нахуй провертела. Они такие красивые, но такие грустные, это пиздец. Приходишь в русский стрип-клуб, где подходит с ног сшибательной бабенка и такая, угостишь даму выпивкой? Ты такой, да, конечно, типа, что тебе, какой-нибудь коктейль или вино? Водки. И она садится, и как ботяня твой с тобой начинает базарить, такая, ну че, где работаешь, чем занимаешься? А я тут, знаешь, кручусь, сверчусь, ебать. Пошли в приват, и она с тобой, блядь, в нарды хуярит там сидит. Плюс я еще стал немного знаменитым, и мои походы в стрип-клуб испортились напрочь, потому что это происходило в разных городах, в разных клубах пять раз подряд. Мы с моим другом, сатиром, не успеваем сдать куртки. Заходим в стрип-клуб, тут же вырубается нахуй вся музыка, и диджей на весь клуб А сейчас встречайте звезды в нашем стрип-клубе Данила Поперечный и Сатир! И все стриптизерши выстраиваются в такой коридор, стоят и хлопают нам, и мы как в Игре Престолов такие, да ебаный рот, блядь! Мы хотели прийти без палева, а меня по фамилии он назвал, че, хуел, что ли? И для тех, кто там посетитель просто, если они вдруг нас не знают, звучит-то вообще пиздец, как будто сейчас выйдет, ебать, какая стриптизерша крутая, типа, а сейчас встречайте, Сатир! И выходит Юра Дудь такой, типа, сколько ты зарабатываешь, блядь! А поаплодируйте, кому больше нравится секс без презерватива, чем в резинке? Согласен? Гораздо ярче ощущение. Ты потрахался, потом на следующий день читаешь статью «Новая вспышка ВИЧ-инфекции в России». Душь, вау! Нихуя себе! Вот это да! Я-то думал, блядь, мне нравится, когда меня придушивают, но это хуйня, это поинтереснее, да. Звонишь ей, подгоняешься, думаешь, алло, как твои дела? Простыла, ёб твою мать! Первые симптомы ВИЧа. Согласен, тоже нравится. Я прекрасно понимаю, что все то, что я сейчас говорил до этого, а тем более, что я сейчас буду говорить дальше, будет обсуждаться парочками, которые сюда пришли после выступления. Чуваки, я прекрасно понимаю, что я вам по сути черчу минное поле, блядь, по которому вы будете скакать по дороге домой. Типа, да это он не про всех говорит, да это была просто шутка, нахуй, да я так не считаю, дорогая. Базару мало, я... Извините, но чтобы загладить свою вину немного, я попытаюсь подстелить немножко соломки. Девчонки, если вы думаете, что ваш парень слишком часто ругается с вами, поверьте, все эти ссоры, которые инициируют мужики, вот это верхушка айсберга, блядь, от реально всей той хуйни, которую мы бы правда хотели с вами обсудить, но каждый раз прячем языки в жопы. По одной простой причине, потому что мы такие, так, ну, наверное, стоит, наверное, обсудить с ней этот вопрос, потому что она меня за более мелкие косяки отчитывает. Да ну его, нахуй! ведь я стопудово не выиграю никаким образом! Я не смогу выиграть! Я просто испорчу нам несколько дней в пизду! И мы заваливаем ебальники, потому что вы, девчата, не умеете проигрывать. Серьезно, потому что, объясню, когда мужик проебался во время ссоры, и это становится понятно, мы сначала раздосадованы, а потом пытаемся загладить свою вину. Когда проебались вы, девчонки, вы сначала злитесь, а потом мстите нахуй за то, что мы взяли вас за жопу! Вы можете сказать, ой, это не так! Вспомните, как разговаривают пацаны после того, как они проебались с вами, типа, ну все, ну мы хорошие, ну может быть, сходим куда-нибудь, ну все, прости, блядь, ну солнышко. И как вы, блядь, с нами базарите после того, как вы проебались? Все, ничего, нормально, душ, да блядь, так, как будто бы я кусок говна, я злюсь не на тебя, а на ситуацию. Кусок говна души, я кусок говна, или что-то, я не понимаю вообще! Очень простой пример, парни, поаплодируйте, у кого хоть раз была такая хуйня, что во время ссоры вы понимаете, что правда, все еще ебать на вашей стороне, но вы так заебались, спорили, что такие похуй, ты права, я виноват, да, ты права, я виноват, ну въебал ты, моей матери по голове кулаком, ну бля, ну я мог догадаться, что у тебя плохое настроение, че ж я? Сам, сам не прав. Играли, вы не умеете проигрывать, девчонки, вообще, пацаны, играли в настольные игры когда-нибудь со своей девушкой? Ой, блядь, это пиздец, я люблю настольные игры, нихуя ты их не любишь, ты, блядь, любишь выигрывать. Убивали когда-нибудь свою девушку в мафии? Это мрак, просто мрак, город просыпается, но, к сожалению, без Оксаны, она такая, ты, о-о-о-о, я, блядь, тебе верила, мы столько лет вместе живем, и ты так просто лжешь мне в глаза, я ненавижу тебя, Оксана, я комиссар, ты че, ебнулась? Женская интуиция очень сильно переоценена, очень-очень сильно, правда, потому что вы подозреваете вообще всех подряд насчет всего, и когда спустя год вы хоть в кого-то одного попадаете, вы такие, ага, так и знала, ну мозги не бить, это не так работает, парни, вас хоть раз, ваша девушка ревновала, вообще никто и бабе, это так уморительно, че, нравится тебе это такое, кто это, блядь, кто это такая, не делай вид, блядь, нет, дорогая, ирония ситуации заключается в том, что я подрочил вообще на всю планету Земля, кроме этой бабы, где ты ее отрыла, блядь, вообще, кто это такая, я не знаю, она как будто с воздушки попала с 500 метров в глаз комару, я говорю, блядь, вау, это прям удивляет, вся эта ревность, блядь, девчонки, правда, я от лица всех мужиков, хочу сказать, я не хочу трахать всех этих красивых баб, которых вижу, ну проблема в том, что хочу, ха-ха-ха, и я не знаю, что с этим делать, блядь, с самого момента, блядь, полового созревания, хер начинает с тобой говорить, и с каждым годом, блядь, он все наглее и наглее, все громче и громче, так, блядь, смотри, на какие титечки мы подписались, бобали, 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 о, напиши ей в директ, хх-х-х-х, не, ладно, не пиши, поставь лайк, просто поставь лайк под фотографией, если твоя спросит, просто скажет, что тебе понравилось, ну надпись, а не сама фотография, ха-ха-ха, о, лайк похож на жопу, кверх ногами, ой, и мы не можем заткнуть его, ладно, ладно, держи, хорошо, все, успокоился, я вам больше скажу, мы спать, блядь, не можем, мы ложимся спать, блядь, блядь, да ёптвою мать, на, чего тебе от меня нужно, все, а, нет, а помнишь девочку в старший класс? Да блядь, аааа, мы даже, а он просыпается раньше нас, мы спим, а, нет, я не буду тебя дрочить с утра, я сильнее, он такой, да, посмотри, как ты посышь, ладно, бабки и похороны, бабки и похороны, бабки и похороны, бабки и похороны, блядь, да ещё сигня, серьезно, это типа, мы прекрасно понимаем, трагедия мужиков заключается в том, что мы никого не хотим обидеть, и всех хотим отъебать, вообще, блядь, всех, и мы понимаем, что это невозможно, усидеть на этих стульях двух, и мы понимаем, что, скорее всего, нас ждет одинокая старость, где с нами никто не разговаривает, потому что мы всех попытались отъебать, и мы отдаем себе отчет в том, что это просто доисторический инстинкт, который не надо слушать, да, сейчас ученые говорят, типа, ой, нет никакого инстинкта, вы себе придумываете отмазу, просто, девчонки, мы не придумываем себе оправдания, чтобы ебать телок, и быть развратными, это реально так и работает, доисторические времена так и было, девушка долго вынашивает плод, мы за день можем перенаселить всю деревню, так и работало, доисторический человек кончал на штуке, и смотрел, что забеременеет, если это бы был не инстинкт, вот эта хуйня, типа, траха, сосиски, я вам отвечаю, человеческий род закончился бы, как только, блядь, изобрели PlayStation, мы бы сели такие, да идите нахуй, девчат, со своими, блядь, мозгоебствами, я буду 90 часов играть в симулятор курьера, блядь, просто, идти с ебаными чемоданами, вот это вот хуйня, очень занимательно, очень занимательно, смысл в том, что ты распределяешь чемоданы по рукам, выходишь, блядь, вау, гениально, гений, вы скажете, блядь, Дань, ну ведь ты выше этого, да нет, я ровно, блядь, на этом уровне, ровно на этом ебаном уровне, девчата, я прекрасно понимаю, что на данный момент выступление немного перетянуло одеяло повествования на мужскую сторону, я просто, смотри, я говорю с точки зрения того, как мужики чувствуют это, потому что я мужик, я понятия не имею, как вы хотите трахаться, с какой силой, но есть ощущение, что мужики заперты в этой темнице, а вы туда заходите, блядь, по настроению иногда, потому что, приведу вам простой пример, в Рунете существует сотни сайтов с вебкам-моделями, суть которых заключается ровно в том, что бабы онлайн лежат голые на кроватях и ждут, пока пользователь заплатит денег, чтобы у нее завибрировала на пару секунд игрушка в вагине, и на этих сайтах зарабатывают миллионы, потому что мужики заходят и такие, так, я должен заплатить ей, чтобы ей было приятно пару секунд, охуянная схема, да, ну-ну-ну, уже бейся, пойдет. Вы себе можете представить хоть один такой сайт с кучей мужиков, которые сидят, блядь, с вислыми писюнами, с мамончиками, такие, дай денег. Типа, кто это, блядь, будет смотреть? А я вам скажу, кто? Другие мужики, потому что мы вообще ебанутые, мы вообще нахуй поехавшие. Я вам приведу простой пример. Пожалуйста, поаплодируйте парня, кто недавно расстался со своей бывшей. Очень простой тест, чувак. Удалил ее голые фотки? Блядь, двух секунд не прошло. Он такой, нет. Причем, он не вспоминал, удалил ли он их, он вспоминал фотки, он такой, нет. Конечно же нет. Потому что вы можете разбить нам сердце, мы можем ненавидеть вас, вы можете убить нашу мать. Но мы такие, ну голые фотографии-то тут при чем? Это же вообще другое, это здесь. Потому что мы гнилые, там мозга костей. Блядь, я устал ненавидеть себя за пошлые мысли. Я пятый год встречаюсь со своей девушкой, я люблю ее безумно. Но страсть исчезает из отношений, когда ты так долго с человеком. И я постоянно хочу отъебать кого-нибудь еще. И я понимаю, что, сука, нельзя, заткнись, нельзя. И я не могу ничего с этим делать. Я просто постоянно стыжусь за то, что я испытываю и не могу этого не испытывать. Я, блядь, даже во сне потрахаться не могу. Врубаетесь. Потому что внутри сна все кажется за правду. И мне надо, получается, внутри сна решиться на измену. Джессика Альба заебала катить ко мне шары. Я вам отвечаю. Она уже гальгадот привела, такая, да давай, заебал, поехали потрахим себе. Такой, ну, может быть, не сегодня, блядь, у меня отношения, простите. Просто, парни, поаплодируйте, пожалуйста, кто на данный момент встречается со своей девушкой от трех лет. Слышите, эти вялые, ебучие аплодисменты безжизненные. Такие, типа, о, я счастлив, нахуй. Потому что это эмоциональные калеки. Это люди, на чьих глазах их любимая девушка медленно, медленно, медленно превращалась в их сестру. Которая через какое-то время приходит к тебе и такая, может, потрахаемся. Такой, че, ебанулась, мы родня с тобой практически. Какой, потрахаемся. Ты вообще думаешь, о чем ты говоришь? У некоторых в их сестру, а у некоторых в их маму. Хладнокровная хуйня. Когда ваша девушка, с которой вы ходили на свидание и дарили цветы, спустя несколько лет врывается к вам в комнату и такая, опять носки разбросал. Ты такой, я за компьютером занят, я потом все выкину в мусорку. Прячешься от нее в ванной, чтобы подрочить. Она такая, че ты там закрылся, а? А, закрой щекол, ну я моюсь. Взрослые отношения, правда? Да не ебите мозги. Кто вообще нахуй придумал, что верность это когда-то ни с кем не трахаешься? Кто автор этого охуенного патента? Потому что я вам объясню, в чем здесь ебаная неувязочка. Главный символ верности в человеческой культуре это собака. У меня есть пес, он ебет вообще все подряд. Сучек, кобелей, игрушки, мою ногу, моего братика, который зазевался, и в ход идет вообще все, блядь. Все ебанно. Но при этом этот пес готов за меня отдать свою жизнь. Врубаетесь, даже ебаная собака в состоянии своей маленькой собачьей головушкой отличать секс от отношений. А мы не можем, блядь. Я правда сейчас скажу самую банальную мысль на планете, и я с ней не согласен. Слышали про что женщины с Венерой, мужчины с Марса? Пошлость, пиздец. Я думаю, что все гораздо проще. Мне кажется, мужчины собаки, а женщины кошки. Мне правда кажется, что в этом есть смысл, потому что мы такие о, мясо, шашлыки, очень люблю, быстрые машины, да, заебись, отлично, футбол, мячик туда-сюда, трахаться, очень нравится. А девчонки такие, отъебись. Хочу иду, блядь, хочу не иду. Мне похуй, ты мне не хозяин в целом. Почему нет ужина? Приготовь, ебанько. Мы думаем, что вы ложитесь на больное место, чтобы его исцелить, но научно доказанный факт, что кошки ложатся на больное место, потому что оно горячее и там приятнее лежать. С некоторыми кошками проще жить, потому что они росли с собаками. па-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Видели сериал «Универа»? Помните «Кузю из «Универа»?» Его играет актер Виталий Гагунский. И я как-то раз случайно познакомился с ним на какой-то вечеринке. И оказалось, что он не играет «Кузю». Я подошел к нему и такой «Привет, Даня Поперечный». Он такой «Блин, близкий, здорово, очень нравится, что ты делаешь, здорово, а это что же штаны?» Как будто бы колдунья превратила собаку в человека, такая «Еди на ТНТ, беги!» У меня есть пес, и он пиздец как на меня похож. Я недавно пытался научить своего пса искать закладки с травой, чтобы их выкидывать. Нет наркотика. Так вот, я, видимо, немного перестарался с обучением Потому что у меня теперь ебать какой ленивый пес, который постоянно улыбается и хочет хавать И чуть сильнее нужного радуется проходящим мимо казах Это уже становится неловко Я все время хотел собаку и всегда откладывал покупку, потому что думал, блядь, ну это большая ответственность Не хочу быть этим хозяином, который купил собаку как игрушку, а потом она мучается, блядь, в депрессии и так далее Плюс это большой якорь, никуда не уехать И в итоге я купил себе щенка, я прожил с ним чуть больше года И я вдруг понял, что я никого в жизни так никогда не любил сильно, как этого долбоеба И это, нет, это нихуя не милая история Знаешь почему? Потому что я никому в жизни таких чувств не испытывал Ни к одной из своих девушек, ни к маме Блядь, мама меня родила, была моим компаньоном всю жизнь Но я всегда внутри своего сердца отдаю предпочтение долбоеба, который лижет себе хуй И это так жутко, то есть я такой, то есть я никому вообще из людей не могу такое испытывать, какого хера? Прикиньте какая-нибудь конкуренция Сидишь на свидании с девушкой такой Эээ, все еще не моя собака, извини Все еще даже, блядь, не близко, дорогая Я вам объясню, насколько сильна эта любовь Знаете про запах собачьей пасти? Ну, типа, слышали, наверное У меня у пса долгое время изо рта вообще ничем не пахло Я такой, ебать, как мне повезло Здорово Ровно до момента, пока у моего пса не началось половое созревание И на краешке хуя не началась постоянно скапливаться густая, зеленая, вонючая, как смерть, собачья конча Которую он слизывал, а потом лез ко мне целоваться И я такой, ааа, вот что это за запах собачьей пасти, еб твою мать И из-за того, что это был мой первый пес, и я не знал, как это работает Я подумал, что у него какая-то инфекция Я повел его к ветеринару, говорю, здравствуйте, у меня у собаки очень сильно плохо пахнут выделения Знаете, что она мне ответила? А нахуя вы их нюхаете? Как-то даже и, блядь, ей нечем крыть Ну да, базару мало Мерзейшая херня И все равно позволяю ему лизать себе ебальник Каждый раз так, ааа, похуй, сожгу лицо, ну какая разница Люблю тебя По сути, я недавно понял, что Мои прогулки с моим псом, я просто час хожу с ним рядом и мешаю ему ебаться И он все еще в восторге от меня Представляете, какая преданность Хоть бы один вечер ваш друг такую хуйню провернул Вы бы долго с ним тусовались? Типа, отойди У нее течечка, нахуй, на весь клуб А этот, блядь, я еще когда его от сучек оттаскиваю Я какие-то такие осмысленные аргументы в него бросаю Я такой, ты заебал? Вот она забеременеет, ты будешь их растить, блядь? А деньги ты будешь откуда брать? Он такой, да, я не трогусь, стою Мой пес умеет извиняться Он понимает, когда я на него ругаюсь, за что я на него ругаюсь Он кладет лапы, такой, блядь, братан, прости Но она слишком горячая, убегает ее дальше ебать Я злюсь на него, а потом думаю, да что же За что я на него злюсь? Он же просто собака Он так создан, что с него взять? Он же не может подрочить Хотя я пытался накинуть ему эту идею Он как-то рассел, как человек прислонился вот так к стене И у него вылезла писька И я такой, так, чувак Смотри, помнишь, как ты держишь косточку обычно? Я взял его за основание лапы и говорю Попробуй вот типа лапой себе, ну, вот так вот И в этот момент моя девушка такая Ты что там делаешь? Я такой Так, ты все неправильно поняла сейчас, давай Без поспешных выводов Она такая Выглядит, как будто бы ты дрочишь нашему псу его лапой В целом, ты правильно сняла ситуацию Но это я пытаюсь помочь корешу Это ему надо Как в школе Помните, когда кто-то из ваших братанов первый додумался до дрочки Прибегает в класс и такой Бля, ребята, хуя на тем, вот так делаешь и приятно Ему никто не верится Такие, да, если это так приятно Чего тогда наш учитель не ходит, так не делает Блядь, пиздобол А вы зря смеетесь, дрочка спасла очень много судеб Очень много Потому что, ну, типа классическая история Ну, по крайней мере, одну, нахуй, уж точно Что-то один в полном порядке Ну, да, я имею в виду, просто ты подрочил и такой Ха Так я, оказывается, не люблю ее Вот она А я думал, семью свою разрушать Бля, прикиньте, как выглядело бы Ромео и Джульетта, если бы Это произведение я писал Типа Ромео, мы встретимся завтра В этом же месте Да, Джульетта Приезжает в замок такой А знаешь, не приезжай, похуй Так, передайте, пожалуйста, чтобы Джульетта не приезжала Что? Она отравилась? Крабами, наверное Сейчас все от них, нахуй, травятся Я... Да Опасная история А поаплодируйте, кому нравится русское порно Настолько, типа Не говорим о моей работе Не, ну просто вы, скорее всего, аплодируете Клевым русским порно-роликом Таким качественным Я имею в виду вот эти видосы, типа Муж трахнул жену на шашлыках, блядь, типа Где они на берегу какой-то речки всратой На полотенце, блядь, лежат Видно, что они бахнули водочки Бля, играет шансончик Просто как можно дрочить на видео, где прям в кадре Девушку кусают комары? Я даже представить себе не могу Ты такой, типа, блядь Типа она такая Да, Витя, шлепни меня Хотя нет, почеши укус Да, заебись вот тут вот Да, 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 да Не разгоняй, заразу Шлепай по нему Бля, на самом деле У меня недавно подруга спросила Есть ли у меня какой-то фетиш И я расстроился От осознания того Насколько я банальный и неинтересный Потому что вообще нет У меня даже в порнхабе В категории, которая анализирует все, что вы смотрите И подсказывает вам, что вам должно понравиться У меня написано Рекомендуемая категория для вас Красотки Бля, большое спасибо Рекомендуем вам красивых женщин Хорошо, спасибо Очень ценное наблюдение, ебать Чтоб написали Попробуйте как-нибудь подрочить на одно из видео Вот такая тема Но я, кстати У меня мог бы быть фетиш Я мог бы нюхать женские трусики Но не все подряд А только трусики Натальи Бочкаревой Чисто чтобы, знаете Ну, знаете Взбодриться с утреца Хочешь я в глаза Сгляну в твои глаза И слова припомним все И снова повторю Блин Аплодируйте парня Кто жил хоть раз Со своим Ну, с соседом С другим чуваком В одной квартире Помните этот спектакль Недрочение Который вы друг перед другом разыгрываете Когда вы Оба понимаете Что мастурбация происходит Но в упор не видите Этой хуйни Типа Диалоги такие еще тупые Получаются Блять Пойду-ка я помоюсь Че-то я вообще Блять Взмок охуеть Давай-давай Иди-иди помойся Да Блять Хорошенечко помоюсь Давай Вы хочешь Блять Помылся Во Да Пойду-ка я помоюсь Давай-ка В целом Почему бы и нет А вода даже не включалась Типа И вы оба Это слышали Сидите такие Ну все Спокойной ночи Помылись Да Здорово помылись Может ну че Перед сном помоемся Давай-давай Сначала ты Потом я Выходишь из душа Че пойдешь мыться А я уже помылся В кровати Я Я уже тут Ополоснулся С конца Блять Извините Что так много Материала Про дрочку Блять Но типа Знаете говорят Становишься Профессионалом В деле Которым занимаешься Больше 10 тысяч часов Поэтому Считайте Что это не стендап А лекция Тед По сути Если честно Я стал настолько Хорош в дрочке Что когда мне Во время секса Моя девушка Пытается подрочить Рукой член Во мне какая-то Такая спесь Просыпается Я такой О ты моя Хорошая Конечно Конечно Очень Очень нравится Как неожиданно И приятно Как будто бы Перед страдивари Пытаются выебнуться Доской Для разделки мяса Очень красивая Искусственная работа Мы испорченные До мозга костей И отлично умеем Себе врать У меня весь директ Завален просьбами О помощи Всякие Блять Фонды Просят Денежных Каких-то Взносов Какие-то Дети Которым нужна помощь Я такой Все На хуй Нет времени Нет Не хочу Я и так Жертвую иногда Бабки в благотворительные фонды Плюс Если я кого-нибудь Одного отрепощу Потом придется Всех репостить Плюс Бедных детей С синдромом Дауна Постить Я не могу Потому что Я комик И будет выглядеть Как будто я угораю Типа Лешеньке нужна помощь Я такой Блядь Действительно Нужна Смотрите на него Да Вот блядь Я поэтому На хуй Таким и не занимаюсь Потому что Все такие А Данька Жжешь Как всегда На хуй Вот это Дитя Откопал Ну да Но когда мне пишет Какая-нибудь Красивая баба В директ Я все время Мира нахожу Сразу же Оу Все фотографии Я ее смотрю Это что парень О нет Это брат Прикольно Мне кажется Если бы фигурантами Московского дела Были бы горячие девушки У нас бы был Давно кровавый переворот На хуй в стране Такие что Они хотят арестовать ее За то что она подняла Забрала шлем А да я умру за нее Я недавно понял Вот какую вещь Которая меня Пиздец Как в себе расстроила И разочаровала Прям разочаровала Как в человеке Я на данный момент Встречаюсь со своей девушкой Пятый год И на данный момент Я вдруг понял Что я не изменяю ей Сейчас Только потому Что если я изменю И она узнает Она расстроится Не потому что Типа Это нельзя делать Или мне не хочется Ебать как хочется Ну когда у нее Грустное лицо Мне тоже грустно Не знаю Хули вы хлопаете Стыдное говно Мне кажется Мой вариант Это баба с Альцгеймером Ненавижу тебя Обожаю Я все время думал Блядь Ну может быть Со временем Это пройдет Потому что в отношениях Начинает Эта сексуальная Неудовлетворенность Накапливаться Дело даже не в том Что вы что-то не так делаете А просто Ну ты Ну страсть исчезает Когда так долго Проводишь друг с другом Время Я думал Ладно Я попробую Это чувство задрочить Не получилось Такой Ладно Может быть Со временем Либидо чуть поубавится Ну типа С годами Чуть меньше Захочется ебаться Путин развелся Даже Путин Такой Блядь Люда Я блядь Главное лицо в стране Я почти диктатор Мне даже на клыкан Никому дать нельзя Блядь Давай развод А мы должны быть Заинтересованы В том Что Путину перепадало Уже не поебется Месяцок А арестуйте его Да за бумажный стаканчик Все таки Володим Владимирович Ну потрахались бы что ли Надо подрочить Путина Вот так Единая Россия На хуи началась Чувак Вот с этих вот разгонов А потом все удивляются А че Никто Блядь Острых вопросов Медведеву не задает Про самолеты На прямой линии Да потому что Все такие А давайте Путину Дрочить будем А? Там боятся ему Блядь Наперекор что-нибудь сказать Петросян Все еще хочет ебаться Давайте вот уж С этих козырей пойдем Петросян Развелся со Степаненко И сейчас встречается с бабой Вы можете это загуглить Которая выглядит Один в один Как молодая Степаненко Прикиньте Он обновил себе бабеху Я ничего не хочу сказать Но вряд ли это был Равноценный обмен Вряд ли Степаненко Сейчас встречается С Долгополовым Хотя Учитывая его Открытые сексуальные взгляды Кто его знает Прикиньте Как Петросян Классно трахается Смешно Типа Трахает вас сзади Такой Непередаваемое ощущение Вовля Евгений Ваганович А можно без этой хуйни Пожалуйста Ну а прикиньте Он Короче Он в очках На сцене Не для того Чтобы подсматривать текст А потому что Он пока кривляется Ищет кого бы отъебать Из зала Сексуальный маньяк Кончает на сиськи Такой Весело живем Называй меня Евгений Вагинович Я не понимаю Пройдет ли это Когда-то или нет Я Мне кажется Я знаю Почему отношения Рано или поздно Дают трещину Почти у всех Потому что Во-первых Нас с самого детства Учат относиться К своей половинке Как к собственности Я считаю Что это неправильно Вот эти Блядь Границы Которые Вы друг другу Принадлежите Нахуй Компромиссы Компромиссы На бумаге Звучит как топовая тема Как будто Ну здравое решение Но по сути Она хочет одного Ты хочешь другого Вы оба Отказываетесь от того Что вам хотелось бы И выбираете хуйню Посередине Которая никому Из вас не нужна была И такие Ну решили вопрос Блядь Во Самое Блядь Отстойное Что у нас С самого детства И родители И поп-культура И все Кинематограф Все вокруг Пичкают Вот этой сказкой Про Ты Встретишь Свою половинку Вы будете любить Друг друга Ой До конца дней Будете трахаться Как в первый раз Это даже на бумаге Звучит утопично Так ни у кого не работает Но все продолжают Играть в спектакль Да нет Так как и должно быть Блядь Все изменяют Все разводятся У всех Безотцовщина какая Последние Блядь Дни жизни Моего деда Знаете как выглядели Их отношения с бабушкой Бабушка Моет посуду Дед просто Только проснулся Он заходит Садится Просто садится На кухню И бабушка такая Опять ты туда сел И он Куда блядь Куда я сел И она уходит И оставляет деда С этим блядь Он как тасманский дьявол Я ни с чем в жизни Не спутаю взгляд Когда человек ищет Чем бы хуйнуть в человека Чем бы въебать блядь И каждый раз Когда я оставался С кем-то из них наедине Они перемывали Друг другу кости Валера опять Вчера выпил Все мозги мне вынес Ой не могу с ним Просто жить Как мне жизнь А какой-то ад Блядь Я взрослый мужик Я заебался у твоей бабушки Деньги на сигареты Что за хуйня А на всех совместных вечерах Тебе картошечки положить Валерочка Да пожалуйста Блядь Большое спасибо Ну нахуя блядь Вот в это играть Ненавидели друг друга Пиздец Они отравляли друг другу жизнь Но оставались вместе Просто чтобы не разрушать семью А нахуй оно надо Мы блядь росли С картинкой того Что вот так вот Отношения выглядят Ну это что блядь Зачем Мне кажется Что все идет по пизде Рано или поздно Как раз из-за того Что нас неправильно Учат относиться к сексу Потому что он слишком табуирован Вот эта вот история Типа Только попробуй Хоть глянь на кого-нибудь Хоть глянь на кого-нибудь Еще все 10 лет отношений Идут нахуй Типа блядь Ну что Мне кажется К сексу надо проще Относиться В отношениях Мне кажется Мы как человеческая культура Мы могли бы уже Перешагнуть Через вот это Собственничество И эгоизм Потому что Мне кажется Это как с постом Я в детстве Много постился Потому что у меня была Верующая семья Это когда ты Несколько месяцев Не ешь мясо Сыр Молоко И так далее Перед Пасхой И я терпеть не могу Докторскую колбасу Я ее ненавижу Нахуй Но из-за того Что мне ее запретили Спустя несколько дней Я дожидался Пока бабушка уснет И в полной темноте Прокрадывался Блядь на кухню Открывал холодильник И просто тусил с колбасой Я типа просто Смотрел на нее Нюхал ее Типа целовал Думаю Ненавижу колбасу Но из-за того Что мне сделали Из нее запрет У меня начала Кукуха ехать Я такой Блядь Мы с тобой Монтеки и Капулетти Моя хорошая колбасонька Ромео и Джульетта Даня И розовый комочек Сой С туалетной бумагой Я убью бабку Она разлучница Я убью ее И мы уедем с тобой Жить Припеваючи В какой-то момент Я не выдержал Отрезал кусок Этой колбасы Аккуратно Чтобы не было видно Что я его отрезал Начал его есть И прямо в процессе Такой Блядь Да я же даже Не люблю колбасу Зачем Стоил ли этот Ебаный кусочек Колбасы Чувств моей бабушки Конечно же нет Конечно же Но из-за того Что из нее сделали Запретный плод Я начал сходить с ума Началась вот эта херня Типа Я такой Да Мне это не нужно Но хотелось бы Блядь Иметь возможность А когда тебе Кто-то запрещает Что-то Ты через какое-то Время такой А с хуя Позвольте Поинтересоваться А блядь Ты блядь Мне кто Ты меня даже Не рожала На хуй Ты на ступень выше Ей блядь Командуй Я тебе Блядь Я вообще даже В бога не верю Поняла Я типа Стал атеистом Не из-за того Что я Прочитал книги Я просто Въебать колбасы Хотелось На Отрицай все Во что ты веришь Блядь Интересно Могу ли я Заболтать вас Сейчас всех На ургию Вот я типа Просто Я два часа Разшатываю окно Увертона И такой Поэтому Я считаю Что нам сейчас Всем надо раздеться И потрахаться И его все-таки Ебать Так вот Почему билет Такой дорогой Потому что в конце Ебутся Я задумал Этот парень Мне нравится Есть ощущение Что мы одни С ним останемся Блядь И все такие Вот вы И веселитесь Ребятки Показать пизду Спрятать Да ладно Забейте хуй Салат с оливочками Да ребята Вы поняли О чем я говорил Ладно Если шутки Шутками На самом деле Блядь Уже очень долго Разгоняю Главный месседж Мой вот в чем Очень многие Из тех Кто здесь присутствует Несчастны Но не знают Об этом Знаете Как понять Что возможно Речь о вас Это когда У вас перед сном В голову Лезут эти Дурацкие мысли Когда выключаешь Телефон Закрываешь глаза И такой Ой блядь Только это Не дурацкие мысли Это вы Впервые За весь день Наедине Со своей головой И сначала Идет типа Хуйня всякая Из разряда О надо было так сказать Че ты блядь Так не сказал Завали ебало Блядь Надо было раньше думать А че ты так не сказал Ебать Вообще-то Это Ты тоже виноват А потом Начинается Тяжелая артиллерия Типа А помнишь Ты же ведь хотел Вообще быть Другим человеком Ты так А нет Нет Заткнись Дурацкие мысли Че там в твиттере Блядь Не могу уснуть Только бы с этим Долбоебом Наедине не оставаться Просто очень многие Несчастные Знаете за какой хуйня Из-за этих Фейковых сделок Судьбой Ненастоящих Когда ты такой Так Если я успею Забежать в лифт До того Как закроются двери У меня будет Год успеха Поехали Охуенно Да Так Если я распутаю Наушники Перед тем Как приедет автобус У меня будет Иммунитет от спида Погнали Че ебанутый что ли Какой иммунитет От спида Блядь Я же выиграл его Когда перепрыгнул Ту лужу Надо новую ставку Придумывать Тупо да Тупо пиздец Согласен Только многие Из вас Делают то же самое Только с гораздо Большими ставками И со своими жизнями Не выкупаете о чем я? Типа Если я рожу Я буду счастлива Если у меня будет семья Я буду счастлив Только когда в отличии Знаете типа От того когда вы Распутали наушники И у вас вдруг Дерьмовый день После этого Вы не злитесь на судьбу Вы такие Ну да Это же не настоящая сделка Я же не подписывал Контракт со вселенной А когда вам 35 лет У вас двое детей Есть жена Дом Собака И вы вдруг Чувствуете себя Несчастно Вы такие Сука Я же блять Сделал все по правилам Какого хуя Блять Я несчастлив Где мое счастье Я все по контракту Выполнил Да может быть блять Это была даже Не твоя мечта Потому что по сути Все чем мы являемся Мы с самого рождения Чистый холст На котором все детство Рисуют наши родители И нам не дают Потому что говорят Ты еще пока рисовать не умеешь Вырастешь Порисуешь И ты вырастаешь Смотришь И такой Блять Мам Пап Да тут Места чистого уже нет Вы все нахуй закрасили А некоторые Просто забывают Что им что-то надо было рисовать Привыкают к тому Что нарисовали их родители И потом удивляются Почему же их Блять Не устраивает эта картина Потому что все Чем мы являемся Это с самого детства Блять Вкладывают нас родители Как нас зовут Что у нас за вероисповедание Какие у нас взгляды Просто как степлером Прихуяривают Такие плейсхолдеры Такие Потом разберется А некоторые потом Не разбираются Что так и работает Тебе в детстве сказали Так делай Так не делай И если ты в осмысленном возрасте Не переосмысляешь эти вещи Ты так и продолжаешь Ели хоть раз желтый снег Блять Долбоебы А он лимонный Понятно вам Нахуй Вы Вам один раз сказали Что там нас, сына Вы Ходите Блять Уши развесили Каждый день мимо вкусноты На вас Блять Фруктовый лед Такие бабки зашибают О Потому что вы не умеете Оспаривать родительский авторитет Вы привыкли к тому Что нарисовано А где же ваши мазки Очень многие Несчастливы Из-за того Что просто запизделись Перед собой Просто заврались И завраться Проще всего Знаете когда Когда ты в отношениях И я не говорю о том Что Ой Нельзя блять Строить отношения Без пиздежа Это не в этом смысле А в том что Когда в вашей жизни Появляется человек О чьих чувствах И кем вы реально дорожите Вы так боитесь Причинить ему боль Что начинаете потихонечку Блять Подпездывать И не просто ей А еще и самому себе Начинается правда с малого Типа она такая Тебе нравится это платье А ты такой Блять Ты фантастическая в нем И понеслось Блять Это накапливается До момента Когда ты уже Блять В зеркало себя не узнаешь Потому что Ты так запизделся Боясь причинить Какое-то неудобство Что ты уже не понимаешь Кто ты такой Она спрашивает У тебя все нормально И ты такой Все заебись А тут скопилась Гора пиздобольства Которое Которое ломает тебя И ты через какое-то время Начинаешь злиться На свою половинку Потому что Ты пожертвовал Ради нее Столькими вещами А она даже Этого не ценит Что за хуйня Так а как она Будет это ценить Если она не просила Тебя ни о каких жертвах Ты просто сам Себе навертел хуйни И я знаю О чем я говорю Я так уверенно Об этом говорю Потому что Я говорю о себе Я недавно У психотерапевта Узнал Что я Так себе Напиздел Что я даже Не знал Что напиздел себе Вы купаете Насколько я Талантливый пиздобол Да вы поэтому Билеты на меня покупаете Потому что я Хорош в этом Я был уверен Что я счастлив Я мог пройти Детектор лжи Я говорю Я час с ней спорил Да вы не врубайтесь Все заебись Она такая Да Но ведь вы говорили Что хотите Что было так А у вас вот это Вот это И вот это И у меня как будто Пелена с глаз Упала Я такой Блядь То есть Стойте Подождите То есть Если я Я не разобрался Блядь Я даже в себе Блядь Не разобрался Поэтому Блядь Ребята Это последний концерт В Питере Мы сняли сегодня Спешл Вы охуенные Огромное спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok